Александр Федоров – выдающийся российский бодибилдер с насыщенной карьерой на про-уровне. Всего на его счету участие в 15 профессиональных турнирах. Он не побеждал, но достойно смотрелся сперва с Ронни Колманом и Джейм Катлером, а спустя много лет после тяжелой травмы и долгого перерыва конкурировал с Биг Рами, к слову, будущим мистером Олимпия, Виктором Мартинезом и другими топовыми культуристами. Его опыт выступлений, тяжелой травмы, потери соревновательной формы, а затем невероятно стремительного набора массы в своем роде уникален. Его последний на данный момент турнир пришелся на 2016 год, но и пять лет спустя он по-прежнему в форме. Этот выпуск мы с Александром снимали еще в ноябре прошлого года. Я провел с Федоровым три дня и обсудил ключевые моменты его карьеры. Старт выступлений и тренажеры, на которых Федоров только начинал набирать массу, яркое соревновательное прошлое, впечатляющее возвращение, проблемы современного бодибилдинга и взгляды на жизнь. Это действительно исчерпывающий материал об одном из самых успешных бодибилдеров в истории России. Каким культуризм был раньше и к чему мы пришли спустя много лет, это видео ответит на многие ваши вопросы. Когда на вас еще контракт накладывают и дают вам просто банку протеина пожрать, вас так и оценивают, как за банку протеина. Тайм-коды для вашего удобства я оставлю в описании под этим видео. И вы сами видите, насколько объемный этот материал, в него вложено очень много сил. И лучшей благодарностью с вашей стороны будет лайк и комментарий после просмотра. Это действительно помогает продвигать видео о спорте на YouTube. Спасибо, что смотрите. Переносимся в Ленинградскую область. Где мы сейчас, куда мы едем? А, это сюрприз. Сейчас мы поднимаемся по куски высоты, едем в город Павловск. Это легендарный зал, клуб «Радуга», такой подростково-молодежный клуб. К Игорю Александровичу Голубеву. Я хочу показать тебе тренажеры, с которых были сняты мерки уже больше 20 лет назад, на которых, в принципе, я и тренировался, готовился ко всем турнирам. И вот на этих тренажерах я сделал вот эти ноги. Вот все, что мое тело, очень многое было взято оттуда. И вообще вот та качалка, в которой, ну, в принципе, ничего не изменилось. Со старыми блинами, старыми гантелями вот с того времени. Ну, и, конечно, Игорь Александрович, сейчас туда подойдет, его тоже можно распроедить. Ты вообще ветеран вообще рождения. У него там доска почет такая есть, историческая есть, где Владимир Иванович Дубин еще молодой. Более того, еще к нему, к Игорю Александровичу, ездил в 80-х годах. Мой отец консультировался, чтобы выступать на чемпионате Санкт-Петербурга. Тогда, я помню, он в 87-м и в 88-м году выступал. Я тогда вообще пешком под стол ходил. Но, тем не менее, уже, как Игорь Александрович, тогда ездил. Там вообще такой маленький шкет был. Кстати, можешь у него об этом спросить. Интересно, как он это расскажет. В одном из интервью ваших читал, что вы говорили, с 14 лет начались у вас серьезные тренировки, так? Да, до этого момента я, конечно, ходил в зал и параллельно занимался тэквондо. Но в 14 лет, это был такой серьезный у меня разговор с папой, после того, как не стало тренера по тэквондо, он пропал для хит 90-е. Слухи ходят, что его там убили. Когда пришел другой тренер, его воспитанник, эти тренировки вообще не зашли. Потому что все-таки молодежь очень важна в молодежном возрасте. Какой тренер? С основным тренером, которого не стал. Мне очень нравились тренировки. Если бы, может быть, он остался жив, неизвестно, как сложилась бы моя судьба. А так получилось, что три раза в неделю я ходил на тэквондо, а три раза в неделю я ходил на качалку, в такую любительскую, рядом с домом. Обычная качалочка такая, если я не ошибаюсь, назывался Клуб Альтаир. Да, Альтаир. Как-то с папой шли. Он говорит, Сань, ну, он говорит, слушай, 14 лет, давай как-то определяться, что мы вообще делаем. А мы будем тренироваться или мы будем учиться? И вообще, где будем тренироваться? Или это смешанные единоборства у тебя будут? Или это качалка? Он говорит, только в смешанных единоборствах я не знаю, не смогу тебе ничем помочь. А вот в бодибилдинге, говорит, я могу тебе помочь своим опытом, которым уже приобретено. На то время у него колоссальный опыт уже был. То есть он тренировался еще с Владимиром Ивановичем Дубининым. То есть, ну, колоссальный опыт был, реально. И он как-то так это все очень грамотно так преподнес, казалось. С учетом того, что я видел, как на него люди смотрят. Там рука, там, 48-49 сантиметров, ходила по городу. Вот. И так в то время это вообще было так. На него внимание обращали. Мне это очень нравилось. И как-то он так грамотно эту информацию преподнес. Как-то вот это вот сказал. Я сказал, пап, я буду тренироваться. Ну, говорит, давай тогда цели ставить. Вот. И тогда мы поставили в 14 лет, наверное, ну, не в 14, вот не именно на первом разговоре. А чуть-чуть мы позанимались и поставили цель стать чемпионом мира. То есть, чемпионом мира по юниорам. Вот. И мы к ней вот осознанно шли. И уже в 15 лет были мои первые соревнования. До 16 лет мы там три друга занимались. Тогда я занял среди троих второе место. Друзья закончили на этом свою соревновательную карьеру. А я начал тренироваться и соревноваться дальше. Уже тогда мы начали учиться концентрироваться на целевой группе мышц. То есть, чтобы, если мы качаем грудь, то максимально должна работать только грудь. Все остальные мышцы должны идти в расслабление. Это тот принцип, к которому я тогда с папой очень долго спорил. Когда видел, конечно, это тренировку западных бодибилдеров. Там, как они использовали читинг, там, все это остальное. Мы с папой даже ругались. Я говорю, пап, ну вот видишь, они так делают. Он говорит, слышь, блин, делай так, как вот я тебе говорю. Вот. Ну, он такой жесткий у меня человек в этом плане. И порой мне, ну, если уже ты выбрал тренера, да, то есть, есть такое понимание. Если ты выбрал тренера, то держись от того курса, того, ну, тренер должен быть один. Папа, то, что я помню, это второе место на чемпионате города он занимал. То есть, в то время он выступал с Сергеем Тузовым, тогда Гришанов выступал. Вот, Александр Васин тогда очень сильно блистал. Это вот в те времена. Тогда он максимум был один год третий на чемпионате города. Это 87-й год, если не ошибаюсь. В 88-м году он был второй. Вы в зале были на этих выступлениях? Да, конечно, конечно. Папа выступал тогда под музыку «Вояж». Бодибилдинг в конце 80-х в Петербурге. Чем эти шоу, эти выступления отличались от того, что мы видим сейчас? Они были, конечно, более консервативны, как в СССР, как говорится. Да, но тогда была такая поддержка. Нереально хлопали. Там, каждую линию, которую увидят там на спине или что-то новое появлялось. У кого-то были руки космические или у кого-то была спина. Но папа вот блистал со своей спиной в то время. У Александра Васина тогда были колоссальнейшие бедра. И, конечно, когда человек выходил с какими-то такими достоинствами, публика в зале очень сильно приветствовала. Очень сильно приветствовала. Спасибо участникам. Спасибо. Просьба подождать решение судей за сценой. Была энергетика. Если одним словом сказать, в чем разница энергетика была. Это был аншлаг или это были условно трудные родственники? Там были случайные люди? Тогда это было только зарождение. Вот если сказать, что там было много народу. Нет, там было немного народу. Там, конечно, были все вот из своей тусовки. То есть в том время этот спорт еще не был так сильно распространен. Это появилось чуть позже. Вот уже в 90-е, в 2000-е годы. Вот здесь уже это было так круто. То есть это уже пошло таким масштабом. Посещение, вот само внутреннее посещение. Я не знаю, что с людьми случилось. Энергетики не стало. Энергетики вот так, чтобы переживали там, или за кого-то болели, или даже похлопали лишний раз. Такое ощущение. Всегда комментатору нужно просить, чтобы там они поаплодировали. Но все, кто приходит в зал, они даже не понимают, что когда ты стоишь на сцене, ты очень нуждаешься в этой поддержке. Очень нуждаешься. Любой спортсмен, стоя на сцене, он очень в этом нуждается. И я помню там мои соревнования, мою поддержку. То есть порой бывает, как только вот начинают хлопать, и понимаешь, что вот ты как-то хотя бы что-то начинаешь, кто-то тебе уже похлопал, у тебя внутренняя энергетика поднимается. У тебя такое впечатление, что мышцы начинают вылезать сильнее. Это очень круто. Это реально круто. И порой многие спортсмены выходят не ради того, чтобы завоевать там медальку, а вот это ощущение сцены. Кайф, ощущение сцены. Клуб «Радуга». Мы можем сейчас зайти из черного входа. Вот эта дверь у меня есть волшебный ключик. Вот. Но пойдем, зайдем, как все обычные смертные заходят. Посмотрим, открыт там дверь или нет. Подростково-молодежный клуб «Радуга». Вот так он выглядит. То есть никаких там штанг, ничего такого нет. Вот здесь вообще ничего не меняется. Ну вот только здесь, наверное, вот. Атлетический клуб «Радуга». 50 лет. 50 лет. Мне 42. Вот так. Не хотели процесс нарушать. Здравствуйте. Короче, вот очень много, что здесь стоит. Особенно вот этот тренажер. Вот этот. Гак. И жимовой. Это точно такие же тренажеры, которые впоследствии по этим меркам я сделал в тот зал, который был на Южном кладбище, который был больше 20 лет. Вот. И я хочу сказать, что очень рабочая история, потому что я даже не знаю, сейчас Игорь Александрович придет, можно у него спросить, откуда это появилось. Потому что кто их делал изначально, кто их конструировал. Но работают они реально круто. И то, что сейчас вот там кто-то тонну жмет, еще что-то ногами. Вот в этом тренажере, в жимовом, там сейчас там висит сколько там, 200, 250, 240, да, блинами, если. Ну, хочу сказать, что это примерно как 500 на обычном тот, который в фитнес-зале там может быть даже. Он достаточно очень тяжелый, причем сделан, сконструирован таким образом, что ноги можно ставить как в нижнее положение, очень низко, середину и вверх. То есть, по большому счету, нагрузку можно варьировать. С другой стороны, немножко мне всегда не хватало, может быть, ширины площадки, чтобы можно было сделать ноги пошире. Но ноги выросли и на таком. История здесь, история в том зале. Сейчас Игорь Александрович придет тоже, расскажет более подробно. Если задает вопрос, откуда у меня там предплечье или такое большое. Ну, вот, наверное, от этого тренажера. Потому что в свое время папины друзья очень так круто надо мной прикололись, мне кажется. Дядя Сережа вроде его тогда звали. Первый, кто вроде как сказал, что типа ему не поднять, что я поднял чуть больше, чем он. Но потом говорит, ничего, я в следующий раз завтра, говорит, я у тебя выиграю. Ну, конечно, завтра он это поднимает, я начинаю, пока никого нету, папа тренируется в зале, я вот все тут накручиваю эту штуку. И благодаря этому, ну, потом они даже уже перестали поддаваться, наверное, лет... Да, в 17 лет уже никто не мог накрутить больше меня на этом тренажере. В дальнейшем все мои тренировки обходились без тяг. То есть даже штангу там в становые тяги я не использовал в лямок. Где-то до 280-290, только начиналось прямым хватом, когда я использовал тяги. До этого момента я держал все руками. Им никто не увлекается, это такая старая школа, которую никто даже всерьез не воспринимает. Хотя, в принципе, напрасно. Я думаю, что ребята, которые приходят, с этого надо начинать. Не знаю, сколько стоит, давай попробуем. Вот таким образом. Просто накручиваешь. Можно потом отпускать, ослаблять, но лучше точно так же придерживать одной, другой, другой. Потом другим хватом. Так гораздо тяжелее. Это, конечно, панты к вачу. На самом деле нужно обязательно размять, потому что связки могут таким образом травить. И сейчас вес достаточно приличный. Ну, для меня это нормально. Но всегда желательно покрутить, размять, а потом к нему приступать. Вот так это все выглядит. И что самое интересное, вот этого оборудования достаточно для того, чтобы накачаться. Нужны ли вот эти грандиозные тренажеры? Пафосные, пафосные, красивые, не факт. Ну, гантели, много что выбрали там. Тот же самый Т-гриф, но он немножко на стою вида изменен у меня был. Ну, примерно вот такой же тренажер стоял. Шведскую стенку я очень часто использовал, потому что шведская стенка позволяет делать растяжку. Я считаю, что если в тренажерном зале нет шведской стенки, это не тренажерный зал. Вот. А, кстати, вот бабочка. Это тоже точно такой же тренажер. И у нас стоял Смит. Вот этот Смит и скамейка. Все то же самое. Один в один. А теперь самое ценное, что нет ни в одном фитнес-зале. Это когда вес идет через ролики на подшипниках. Когда ничего не препятствует тому, чтобы делать вес. Любое движение, которое вы делаете, оно идет чистое, без малейшего трения. Как бы там ни было, там любые вот эти вот плитки, вся вот эта история, вся вот эта бетафория, по мне так не может заменить других тренажеров. То, что касается, например, работы над трицепс, для меня это вообще самое любимое упражнение, когда эти вот ролики массивные, когда ты делаешь упрямление, просто какой-то другой кайф. Не то, когда это на гектарезиновых плитках, с пафосным названием тренажера и всей вот этой шелупонью. Ребята, производители тренажеров, меня простите, пожалуйста. Просто я сторонник старой закалки. Вот. И если бы мы, конечно, могли создать, воссоздать, что могло бы повторить вот это, это было бы круто. Конечно, много тренажеров, которые сейчас действительно имеют очень хорошую биомеханику, но вот это круто. Ну и дешево, кстати. Турник. Очень важный элемент, который очень важен в зале. Именно чем шире хват, тем лучше. Но здесь он сделан для разных весов, чтобы можно его помогать. Здесь вот, например, вот это мне очень нравится. Широким хватом, чтобы подтягиваться. Так вот. Очень круто. Ну, с таким широким хватом, там, крылья, наверное, летать реально можно. Да. Теперь, внимание, пришел Игорь Александрович. Добрый день. Приветствую, Игорь Александрович. Андрей Луценко, миллионная публика в Ютубе. Здесь все это начиналось, и я немножко рассказал. Хотел бы, чтобы ты сам бы поведал, вообще, откуда все это зародилось. Потому что сейчас молодежь, которая тренируется, которая уже может выступает, куда-то стремится, она даже не понимает, откуда все зародилось, как все это начиналось. Я вообще откуда, где мышцы-то растут, понимаешь? Всем кажется, что есть какие-то волшебные таблетки, понимаешь? Есть какие-то волшебные тренажеры. С Александром мы познакомились очень давно. Это был, наверное, год 87-й. Один из самых первых. Вот, может быть, вы видели фотографию внизу, где Саша в возрасте... Сколько тебе там? Лет 16, наверное, да? Кстати, фотографию-то нам... Без тебя мы туда не залезали. Мы спустимся, посмотрим. Да-да-да. Когда он выступал на ринге в клубе «Пушкинец». Ты только-только стал чемпионом России среди юношей, и мы попросили тебя на открытии клуба «Пушкинец» выступить. Первое мое гостевое позирование. Да, гостевое позирование. Первое гостевое позирование. Но по Александру уже тогда было понятно, что этот юноша подрастет и станет чемпионом мира. Или... Потому что его отец был одержим сделать из... Ну, подожди, тогда же не было понятно, что получится из меня что-то или нет. То есть я понимаю, сейчас очень много вопросов, которые говорят, что у меня там какая-то генетика. Давай вспомним. Вот тогда такая генетика, ну, по большому. Мальчик как мальчик, да. Я же помню, вы приезжали с ним сюда. Вот все начиналось у нас со Стива Ривса, скажем так. Когда шли фильмы с участием этого актера, спортсмена, культуриста, вот. «Подвиги Геракла» — это легендарный фильм, который шел и в кинотеатрах, и потом его транслировали неоднократно в Новосильевском, знаменитом кинотеатре. У культуриста не должна чувствоваться эта громадина. Он должен идти, как будто он вот-вот взлетит. И что взять вот в Лихейне? Вот какой был? Он же огромный был, такая спина огромная, да. Это самый, один из самых таких титулованных культуристов. Сколько он, восьмикратный, по-моему, мистер Олимпия, да? Культурист должен быть, как граненый алмаз. Иногда он и не очень большой, но когда его так крутишь, он должен переливаться и светиться, и искриться. Бодибилдинг – это такая история, когда любое движение должно вызывать какую-то энергию. Такие, как было у Флекс Филлера, согласись, да? Такие, как Винст Эйвар своим позированием в свое время завораживал, да? Дориан Яд своей целеустремленностью, Лихейне своей спиной широченной, Шварценеггер своими достижениями в то время, и то, что он мог сделать такую карьеру, которая является образцом для многих поколений, да? А я добавлю к этому, а кто заставил плакать Шварценеггера? Один из немногих культуристов, кто у него выигрывал, был хрупкий, стройный, тот, на которого сейчас смеются и пальцем показывают в интернете, Фрэн Зэйн. Да. И когда они соревновались на конкурсе «Мистер Америка», он проигрывает Зэйну. И он говорит, я проплакал всю ночь и пришел к выводу, что быть самым большим не значит быть самым первым. Пока у нас тут время еще есть, можете, пожалуйста, показать какие-нибудь бриллианты вашего зала, что вот именно здесь есть? Потому что Александр некоторый показал, а вдруг вы и про них же, или, может быть, про другие как-то по-особенному расскажете? Вы здесь знаете все. Вот эти гантели, например, 50 килограмм, их делали в тюрьме. Вот так. Фарносово, да. Сразу скажу, да. Потому что у нас были много хлам. И у нас тренировался человек, который там работает. Игорь, давай сделаем гантели. Вот самые тяжелые гантели делались там. Что еще? Вот этот станок, это вообще, это еще из самого старого-старого клуба. Он ровесник клуба. Ему уже больше 53 лет. Вот эта вот скамейка. И ребята говорят, Игорь Александрович, ради бога, ее не выбрасывают. Я говорю, что даже не единой ржавчины нет. Ради бога, ее не выбрасывают. Вот станки сделаны еще по лекалам этих американских журналов старых. Тогда так были узкие стоечки, да. Примерно так. Вот. Что еще? Вот Александр очень хвалил вот эти вот тренажеры. Ролики, ролики. О, эти. Когда мы сюда приехали, вот из самого первого зала, вот эти кронштейны, ролики, это портовые, из портовых, из портовых кранов. Вот. Люди работали в порту. Из этих швеллеров вырезали вот эти вот стойки, кронштейны. Там огромные крестовины. Когда мы их забивали сюда в стены, тут ушло столько раствора. Да. И даже вот один из моих, так сказать, сподвижников, с которым мы делали этот зал, говорит, Игорь, пройдут годы, может быть, даже и века, прошумят войны, может быть, даже и атомные. Но эти блоки будут держаться на месте, да. С какими весами тут только не работали в тягах. Тут их по 150, их по 180 тянули сидя. Вот. Ну что, хочешь сказать, что вот это удерживает? Удерживает, да. Вот эта штучка? Вот эта, нет. Чтобы вы просто понимали, эта тяга, вот грубо говоря, что вот это разомлется, да. То есть, грубо говоря, вот это, вот так что выглядит, о чем речь, да. То есть, вот сюда, вот сюда мы упираемся ногами, садимся, и вот сюда, где он терпит, здесь вот 150 килограмм. Ну, садимся на пол. И вот на этом блоке у меня человек разбил голову себе. Расказал, да. Вот, да. У него просто не потому, что тут что-то случилось, просто петля поехала. Тут тоже больше 100 килограмм, 120, наверное, у него висело, и петля на трое, конечно, развязал. Вот, вот, вот эта штука выдержит. Вот эта вот штука, вот, которая вроде здесь на саморезе. А ты даже смотри, сколько там саморезов. Ладно, сколько там саморезов. Но все равно, вот эта вот штука держит 150 килограмм. Вот это вот офигенный трос. Ну, хочу сказать так, что все-таки вот такого плана гантели, которым мы также побудем в том джиме, я их называю намоленные гантели. Реально намоленные, потому что, ну, только представьте, да, сколько спортсменов этих гантелей, сколько раз эти гантели брали. Те ребята, которые выступали в соревнованиях, приезжие. Порой, когда гантели уже существует долгое время, для меня лично, когда их в руку берешь, это совершенно другие 25 килограмм, нежели чем те 25 килограмм, которые сделаны сегодня, в нынешнее время, которые лежат в обычном таком зале. Потому что вот эта энергетика, когда ты ее берешь, такое впечатление, что у нее вес какой-то другой, пронизывающий. Я не могу объяснить. Вот для меня такие гантели старые, наверное, на вес золота, которые действительно зарождают дух чемпионства и доносят до того, чтобы реально мышцы отросли. Вот этой всей энергетикой можно пользоваться, реально пользоваться, если проникать действительно к этому виду спорта, относиться не с точки зрения просто как к физкультуре, а именно углубиться, проникнуться и вот эти все, всю вот эту энергетику взять в себя. Это 98 год. Вот наш известный спортсмен. Это 98 год. Как вам его тогда форма вживой была? Форма прекрасная была. Я думаю, он бы не выиграл тогда, если бы не был в хорошей форме. Вот другой спортсмен, Лисуков Алексей. Он тренируется под руководством моего хорошего друга Андрея Прокофьева. тренировался. Сейчас он уже, конечно, именитый спортсмен. Для голени. Его тоже делали в порту. Делали, наверное, году в 77-м, примерно, в 77-м году. Опять старше меня, да? Да, он... Швеллер... Швеллер, если ты посмотришь вот в профиль, он уже дугой согнулся, потому что тут такие ребята на нем работали. Трубу вставляли, одевали все 50-килограммовые, блин, 25-ки. Погнули швеллер, короче говоря, и просили его не выбрасывать. Многие любят на нем делать голень. Вот не на этом, не на новеньком, а именно вот на этом станке. Но правильно понимаешь, что после всех этих тренировок у тех, кто сейчас берется в нем голень тренировать, она растет в два раза быстрее? Я надеюсь. Соревнование 68-го года. Первенство Спартака по атлетической гимнастике. Вот самые первые спортсмены. Еще вот гимнастический козел и мостик. Одна из дисциплин, которую спортсмены должны были сдать. Это сделать сальто через гимнастического козла. И надо думать, что это не все могли сделать. Ну и сделал не бодибилдер, да? Да, да, да. Вот такие дисциплины тогда входили. Вот это, да. Это Александр Федоров в возрасте там 16-17 лет позирует. Пушкиня на ринге. Ладно, ребят, счастливо. Будем смотреть, да. Будем смотреть. Подпишемся, Андрей Луценко, да. Спасибо. Ну, как-то так. Это на самом деле такая история, которая подзаряжает немножко. Особенно тогда, когда не хватает немножко энергии. Может, устаешь, переключиться надо. Бывает полезно съездить в такие зальчики. вспомнить, чего все начиналось. Понимаешь, что ты, в принципе, в этой жизни что-то сделал и еще много, что еще нужно сделать. А это важно. Обратил внимание, что вы пристегиваетесь. Вы из тех, кто всегда пристегивается или так по случаю? Нет. Всегда пристегиваюсь, причем это после гоночной практики. И когда ты быстро начинаешь ездить, понимаешь, что такое перегрузка или что такое торможение резкое. Сразу понимаешь, что при скорости, например, в 60 км в час, если приобретет какое-то ДТП, даже на 80 км в час можно вылететь через лобовое стекло. Многие об этом не замечают. Но и тем не менее это все равно безопасно. То есть, как бы там ни было, быть пристегнутым более безопасно, нежели, чем быть не пристегнутым. А вот эта самонадеянность ни к чему хорошему не приводит. То есть, те, у кого в арсенале заглушки, это... Это очень неправильно. Особенно, самое худшее, что может быть, это когда ремень за сидением. То есть, чтобы вы понимали, когда происходит что-то, во-первых, срабатывает система умная, которая выстреливает пиропатрон аэрбэга, натягивается автоматически с доли секунды быстрый ремень, ломается спинка сидения, и понимаете, что происходит, да? То есть, у вас спинка толкает на аэрбэг, который взрывается, разбивает вам нос. Ну, такое не очень хорошее впечатление. Эти съемки, как я и говорил, происходили еще в ноябре прошлого года. Случается, что материал ждет своей публикации длительное время, но я сейчас о другом. На тот момент как раз прошел чемпионат России по бодибилдингу, абсолютным победителем которого стал Виталий Угольник. Много было разговоров о нем, о других участниках, эта весна подарила нам новых героев, при этом конкретно в этом видео речь идет именно об осеннем турнире. Но при этом большая часть монолога Александра не привязана к соревновательному сезону и поднимает гораздо более глубокие темы. В Петербурге вы комментировали трансляцию и в том числе наблюдали нового молодого таланта, которого еще и Белой Надеждой называют. В общем, Виталий Угольник, как он вам, как с точки зрения вашего опыта, многих атлетов вы повидали, как вам его фигура и его потенциал? Это потенциал, конечно, очень колоссальный потенциал. Вопрос, что с этим дальше будет происходить. Потому что очень много было талантливых спортсменов, которые подавали большие надежды, а в конечном итоге с ними что-то случалось. Чаще всего тщеславие и очень много моментов, когда грубо говоря перехваливают, так скажем. Тут работы, ну, надо четко отдавать отчет, что работы, конечно, очень много. Низ, нижние конечности, да, то есть это, мы говорим про ноги, они уже профессиональные, то есть с ними по большому счету их только отточить. А вот с туловищем еще очень много нужно работать. Но опять же, мы не знаем, какие цели и задачи у него. То есть, поэтому... Ну, то есть, грубо говоря, я правильно, до меня дошла фраза ваша, что ноги как на профи, вверх как у любителя до 100 килограмм. Я не могу сказать четко, мы прекрасно понимаем, то есть он знает свои недостатки. Мы говорим, что очень многое нужно поработать над спиной, хотя, в принципе, то, как он показал, например, широчайшие сзади, спины, они более-менее нормальны. Но двойной бицепс сзади, широчайшие мышцы спереди, такую позу, например, как широчайшие мышцы спереди, ну, в профессиональном дивизионе просто не воспримут, она будет выглядеть насмешанно. То есть, есть определенные стандарты, как должны показываться как бы там ни было. Точно так же, например, есть искривление, небольшое искривление в пояснице, о котором тоже сейчас нужно уже задуматься, воспользоваться услугами массажиста и начать этим заниматься. Если сейчас на это, ну, как бы, подзабить, то потом, может быть, пойти не равномерное развитие, может быть, может быть, асимметрия какая-то. То есть, у меня с этим вот и есть вопросы. То есть, если бы в свое время я начал после травмы и до травмы заниматься спиной, да, вот именно искривлением, которое было у меня еще получено врожденно, то, в принципе, можно было бы добиться более симметричную спину. Спина-то вроде по массе была и хорошая, да, но с точки зрения симметрии она не хороша. Многие говорят о том, что есть генетика, ее не изменить. Вы знаете, я не хочу полагаться на то, что я не сторонник того мнения, что мышцы изменить нельзя. Я считаю, что мышцы возможно изменить. Это очень тяжелый, кропотливый труд, но это можно сделать. Вот. То, что работы у Италика очень много предстоит для того, чтобы подняться на профессиональный там дивизион. Я не знаю, если мы говорим про элит про, это немножко уровень, конечно, слабее, но если мы говорим про профессиональный дивизион, который профессиональный американцы, то работы еще очень много предстоит, поэтому нужно четко давать себе отчет. А надежды, конечно, перспективы не очень большие. Вопрос, что он с этим будет делать, как он воспользуется, кто с ним будет работать, что они будут для этого делать. Самое главное, чтобы не поддаваться иллюзиями, что большое количество фармакологии может решить эти вопросы. Я думаю, что это и заблуждение. Спрошу так, вы как наблюдали вживую и как опытный атлет, будучи судьей, поставили бы его первым в Петербурге? Я не люблю эти, Андрюш, реально не люблю эти сравнения, потому что я еще сам спортсмен, понимаешь, и оценивать ребят, потому что каждый из них проделал колоссальнейшую работу. То есть сидеть на месте судьи это вообще неблагородное, такое неблагодарное дело, потому что ты судишь ребят, которые впахивали реально по меньшей мере полгода. И вот судить их, кого поставить на первое, на второе, я именно поэтому не нахожусь в суде, потому что каждого, которого поставишь на второе место, реально его ну понимаешь, что жалко. Той, который первый, а может быть он не первый, может быть он второй. Вот сказать, что однозначно, да, у нас есть такой лидер, да, но надо четко понимать, какие правила на соревновании, что мы оцениваем. Обратите внимание, что в последнее время у нас уровень спортсменов, вроде у нас чемпионов становится больше, мастеров международного класса становится больше, но почему-то в профессионалы туда далеко никто не уезжает и не стреляет. Почему так происходит? У меня вопрос, на который я хочу, чтобы мне ответили. Мы, да, у нас есть элитпро, да, сейчас федерации разделили, сейчас, конечно, беспредел творится с этим совсем, для меня это еще больно осознавать, и один из моментов, когда я перестал уступать, я не знаю, где, где оказаться-то, куда мы бьемся, где высота. Мистер Олимпию никто не заменит. Ни один турнир не сможет такую историю победить в Мистер Олимпии. За последние 10 лет из, вот, молодого поколения российских бодибилдеров, какой вам был интересен больше всего, впечатлил, может быть, больше всего? А тебе кто понравился из последних? Кто так блеснул, так, чтобы вау было? Реально. Кто блеснул из тех, вот, за последние 10 лет? Сказать, что вау. Я не хочу хороходиться, кто может там действительно так, вот, на кого можно пальцем показать, который реально там сказал вау. Действительно. Сделать что-то такое, что, блин, бомба. О чем мы тогда говорим? Надо задуматься, почему. Может, задавать вот этот вопрос, почему так происходит? Может, хватит нахваливать того, чего нет на самом деле? У вас пока нет ответа, почему так происходит? А у меня есть. Потому что очень многое сейчас происходит на Инстаграм. Я, вы знаете, по себе скажу, результат мой был тогда, когда я уходил в подполье. Как только за мной ходила камера или я сам начинал сниматься, мои результаты сразу стали снылись их уши. А нынешний, нынешний момент, то есть у меня как было, я готовился, тренировался, и никто об этом не знал. Я жил на Южном кладбище. Реально спал, ел, тренировался. И ни с кем не общался, даже у меня не было на это время. И не снимался. Я был реально в подполье. Даже тогда, когда я начал тренироваться, мне было договорилось, чтобы никто об этом не знал. Это уже потом растрещали, и Флекс выпустил звание. Но я, только минимальные какие-то появления были в рамках контракта с Пьюром. Все. Но как только потом появляется камера или кто-то хочет понаблюдать твою подготовку, все начинается, все идет через жопу. Реально. Потому что ты отдаешься камере, а не отдаешься полностью фокусу подготовки. Ты начинаешь переживать по поводу этого, что о тебе подумают, что о тебе скажут. А наш российский менталитет как? Знаете интервью Яшина? Когда он, помните, пропустил два гола после нокаута, когда он не тянул. Знаешь эту историю, нет, Андрей? А подними эту историю. Как Яшин, когда его признал весь мир лучшим вратарем мира, что он сказал, когда он вышел с самолета, он не пошел через толпу болельщиков. Потому что до этого, когда он пропустил два мяча в будущем, из-за того, что очень сильно ударился о штангу, был в нокауте. Его зачморил вообще весь народ. И действительно, Лев Яшин, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы в 60-м году, незадолго до того, как получил золотой мяч в 63-м году, подвергся жесткой критике и даже нападениям со стороны общественности. Далее фрагменты из книги «Скандалы советской эпохи». Летом 62-го года в эпицентре скандала оказался наш прославленный футбольный вратарь Лев Яшин. На него одного навешали всех собак за поражение сборной СССР в седьмом чемпионате мира. Но это была неправда. Действительно, игра Яшина на том чемпионате была неровной, в частности, он допустил ряд непросительных ошибок в игре с Колумбией. Однако, обвинять Яшина в пораженчестве, в том, что он упустил свое былое мастерство, было несправедливо. Просто у людей, писавших такое, оказалась слишком короткая память по отношению к человеку, который принес отечественному футболу столько славы. Вполне вероятно, что за этой критикой стояли влиятельные функционеры из спорткомитета, которые давно уже мечтали убрать Яшина из сборной, считая его слишком старым для роли первого вратаря. Разъяренные болельщики несколько раз разбивали камнями стекла в квартире вратаря, угрожали ему по телефону, прокалывали шины его автомобиля. Когда терпеть эти выходки стало не в моготу, Яшин вместе с семьей на два месяца уехал из Москвы. Даже думал навсегда распрощаться с большим футболом. Но спустя время Лев Яшин вернулся в ворота сборной и в частности прекрасно провел важнейший матч со сборной Италии и взял пенальти от мастера 11-метровых Мацоны. Стоит отметить, что уже в следующем, в 1963 году Яшин станет первым советским футболистом удостоенным престижного футбольного приза «Золотой мяч», вручаемого лучшему футболисту Европы, а также первым вратарем, обладателем почетного трофея. От себя добавлю, что в 2020 году журнал «Францфутбол» включил Яшина в символическую команду мечты всех времен. Хотя в списке претендентов были в том числе легендарные Джан-Луиджи Буфон и Эдвин Вандерса. И потом у нас люди, они люди праздников. Есть праздник? Вот, ты хороший. Как только ты упал немножко, это говно. Тебя просто с говном сожрут. Поэтому... Подвальный метод Дориана, он действительно дает подвальность. Он работает. А, безукорист. Так а че? Давайте посмотрим. Ронни Колман. Это же то же самое. Дориан Яц. Я, пожалуйста. Как только начинаются красивые кроссовочки, вот этот пафос, кепочки, вся вот эта атрибутика, вот эта херня, результатов нет. Определенный уровень и все. И вот мы топчемся на этом уровне уже несколько лет. Чем выше интернета сожагает, чем больше у меня подписчиков, да нахрен мне заниматься. Вот на этом все и заканчивается. Поэтому чемпионов-то мы в ближайшее время не будем ожидать. Плюсом у нас нету спонсоров. Когда в свое время я начал говорить о том, что, ребята, нельзя спонсорскую помощь оценивать банками протеин или одеждой, мне сказали, Федоров, ты оборзел? Как так? Совсем зажрался? Да нет, я не зажрался. Если вы считаете себя профессионалом, значит, должны на этом зарабатывать деньги. Если вас ценят, вам должны за это платить. А если вам дают пожрать то, что сами производят, значит, вас не ценят. И от вас требуют. Нет, просто если дают поддерживать, это одно. А когда на вас еще контракт накладывают и дают вам просто банку протеина пожрать, вас так и оценивают, как за банку протеина. Ну и думайте, что вы стоите в этом мире. Все мои ребята, которым я даю, я ни к чему их не обязываю. Реально. У меня ни с кем из них нету контракта. Те, кому я могу, я даю свои банки протеина. И у меня даже язык не поворачивается от них требовать что-то, чтобы они там посты какие-то писали, сделали. Спасибо, я вам очень благодарен, что помогаете мне развиваться. Но не могу требовать о том, чтобы они ходили в моих футболках постоянно. Они сами это делают под доброй волей. А я чем могу, я могу только помочь. То есть, когда мы увидим чемпионов? Да когда мы сможем их кормить. А как мы сможем их кормить? Мы должны их кормить не только деньгами, а поддержкой даже то же самое. Наш менталитет российский в полном говне, в полном дерьме. Мы реально перестали друг друга уважать. Все уже. Тот коммунистический строй, когда брат за братом уже закончился. Сейчас каждый сам за себя. Это пугает. Реально очень сильно пугает. Вы скучаете по тому времени, с которого вы начинали? Нет, я свой. Я одно время задумался на это было как-то мне очень грустно. А сейчас просто меня окружают те люди, которые меня окружают. И от всего ненужного я избавился. Я не общаюсь с теми людьми, с которыми не хочу общаться. Я общаюсь с теми, с кем я хочу общаться. Никогда не оцениваю людей по мнению других, скажем так. Если кто-то мне о человеке говорит что-то плохое, это не означает, что такой человек на самом деле. это просто мнение того человека, кто о нем сказал. Поэтому у меня свой выбор и свои отношения с людьми я выстраиваю по-своему. Это мы где сейчас? Это вантовый мост, прямо под ним. А-ля американский такой стиль какой-то, да. Бруклина, чем-нибудь такое вот. чисто почти американская качалка. Сам непосредственный хозяин этого заведения. Здравствуйте, нашел человечек. Который нас приветил, собрался только. Вот. Приветствую. Это Андрей Вуценко. Я смотрю постоянно его везти. Я решил привезти его сюда, чтобы мы осветили этот зал, где вообще тренироваться надо. Сейчас еще Мухаммед сюда придет, его засветили. Так батюшку куда-то если осветить зал. Да. Все. Засветили. Вот. Поэтому все здесь. Это и вся история от той, чем отличается качалка от фитнес-залов. В ни одном фитнес-зале не будет такой истории отогнать. Так выглядит сам топ-джим. Вот этот метод набросанных тренажеров для практически не свободного места дает возможность полной, еще раз, не поленюсь, вообще в полной мере прокачать все группы мышц. Реально. Здесь можно все самое необходимое здесь есть. Здесь большие гантели до 70 килограмм. Можно еще соорудить больше. Здесь есть разнообразные рукоятки. Рукоятки. Такие как? Вот с такими хватами, которые, в принципе, в обычных залах вы не найдете. Всякие разные виды. Вот такие вот ручки. Причем эта ручка очень интересная. Ее можно сделать как так и так. То есть угол немножко меняется, поскольку она не оцентрована, это тоже дает определенный, если правильно этим пользоваться, дает определенные плоды. Все тренажеры настолько сбалансированы здесь, они малейшее трение, хоть и я уже говорил по поводу того, что я люблю ролики, но здесь в принципе все, что можно было сделать, чтобы было минимальное трение тренажеров присутствует. А вот еще очень уникальнейший человек, которого, в принципе, нужно засветить. Здравствуйте. Здравствуйте. Тренировался? Блин, вообще, видишь, а я что-то сегодня такой вот с вкусом для этого с Андрюком. Всем привет. Шоколадный заяц, помните? Это, это вон. Небольшая реконструкция, недавно здесь поменяли окна, было вообще такое а-ля, такой хардкор, когда через эти окна было ничего не видно. Сейчас шикарно, сейчас шикарно видно мост, солнце, утром, когда сюда приходишь, очень сильно жарит солнце. Летом здесь тренировался тоже, так, прикольно, если нужно внешний жирок согнать, одеваешь курточку, здесь так жарит так прилично, на солнышке, очень прикольно. Сад, конечно, большой молодежь, держит этот зал, такое состояние, и коллектив здесь очень доброжелательный, особенно, знаешь, когда приходишь в раздевалку, всегда есть такое здрасте, когда уходишь, говоришь, до свидания, что, в принципе, также нету такого порядка в обычных этно-залах, все как-то смотрятся пренебрежением, вот, а здесь такая, своя, такая семейная, домашняя атмосфера, которая также печень заряжает. Саша, мне что-то помогает в базировании, что у меня боковые бузы немножко не той, помогает мне, чтобы выгляжу больше на сцене, особенно ноги, потому что за счет глубина ноги выглядят больше, а он заставляет меня как-то немного фишки, такие, чтобы выгляжу больше на сцене. Надо слушать обидные профессиональные спортсмены, наши. К сожалению, много не обращаются к нашим профессиональным спортсменам, я не могу узнать, почему, но я-то обращаюсь как всегда, потому что это правильно, раз у нас есть такой легендарный человек у нас в России, в Питере, нужно как всегда к нему обращаться. Александр Федоров. Смотрите, ноги какая. Ноги, годица, руки вообще, грудь. Это что у него что грудь не порвался, молодость. Вот такой вот у нас зальчик. Я не знаю, это особое ощущение, когда ты выходишь из какого-то фитнес-зала, или когда ты выходишь из качалки такого плана или такой же, как в Павловске, как бы у меня подвальная качалка моя была сделана. Это совершенно другое ощущение. То есть такое впечатление, что именно в таких залах можно стать чемпионом. Когда приходишь в фитнес, все равно волей-неволей ты подвержен какому-то другому вниманию, на тебя как-то смотришь. Здесь, если люди смотрят, они как-то тебя поддерживают, то есть как-то ближе вот этот дух единства, который отображает вот этот вот семейный подход, именно силового тренинга. Поэтому я здесь. Вечер того же дня. Мы в автосалоне Ауди. Пока авто Федорова на техосмотре, мы продолжаем восстанавливать фрагменты его выступлений. И вновь я возвращаю Александра к ранним этапам его карьеры и не знаю, ответит ли он на мои не самые удобные вопросы. Обращусь к статье Алексея Веселова, издателя журнала Геркулес. Федоров под руководством своего отца, известного в прошлом культуриста Анатолия Федорова, опровергал догмой и добавлял по 5 кило за полгода. Дошло до того, что фанаты приходили на взвешивание специально посмотреть, что же новенького покажет Саша. И он не разочаровывал. Правда, Федоров никогда не делал пиковую форму, но ему прощалось. Вообще, к Федорову отношение в ФББР было как к сыну полка. Он был свой и его никогда не засуживали. Скорее, могли поставить на ступеньку выше. Слушай, ну то, что форму я не доводил в то время, да и задача такая была, то есть мы набирали мышечную массу и действительно на мой костяк, я без массы смотрелся бы, ну просто неотвратительный, поэтому тогда действительно форма такая достаточно сыроватая была. И вот самая жесткая форма, которая уже, наверное была такая доточенная, это вот как раз Европа, на которой вот в 99 году, когда я стал второй, тогда же я проиграл тогда Юрке Мельникову на России. Вот, ну и потом самая пиковая форма жесткости, когда уже вот на эту бешеную массу, которую мы нарастили, уже была Европа. То есть мы к этому шли плодотворно, осознанно, было все четко понятно. Вот, и конечно, я очень благодарен тем, кто меня оценил и поддерживали меня, потому что за мои там большие ноги, может быть, за то, что в ленеорах, когда я действительно прогрессировал в массе очень солидно, люди понимали, что гонять ту массу и может быть это было как-то обсуждение, может какие-то были, еще чего-то, но так было, наверное, да, чтобы сильно меня там на ступеньку выше ставили, лояльность, ну, какая-то лояльность была, но не скажу, что там как-то уж совсем супер меня там как-то вверх возносили. Это был какой-то личный момент или суди просто смотрели, что это талант, который перспективно будет просто бомбой? Ты знаешь, очень много было, я сейчас общаюсь с этими уважаемыми людьми, которые тогда были судьи на чемпионатах России, они тогда еще говорят, но многие люди говорили, что да, это будущее, у него будущее и всякие разные прозвища мне давали, вот, наверное, да, но я хочу сказать, что это сыграло вот именно ту поддержку, о которой мы, знаешь, уже говорили с тобой, что очень важно поддерживать спортсмена, а если когда судьи начинают поддерживать свои судьи, только искренне, не вот это вот резоблюдство, дурацкое, уродское, да, а когда искренняя поддержка, ты хочешь еще больше, 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 да, не понимая дамы, и ты чувствуешь эту поддержку, форма, конечно, с точки зрения жесткости, наверняка были ребята жестче меня, там, рельефнее, да, но может быть не хватало пропорций или объемов, когда начали ценить массу, да, то есть понимали, уже увидели профессиональных спортсменов, понимали, что массу, может быть где-то на подсознательном уровне это было, и я никогда не смотрел на то, на какое место мне поставили, хотя в принципе в некоторых моментах было такое, что мне казалось, что и меня засудили, то есть нельзя было сказать, что у меня всегда ставили вверх, ничего подобного такого не было, и бывает, приходилось мне там, когда в принципе, нет, было даже несколько соревнований, когда ребята говорят, да нет, ты выиграл, я говорю, ну, значит так, просто в свое время отец мне сказал такую фразу, не научившись проигрывать, не будешь выигрывать, поэтому ты сегодня занимаешь то место, которое ты заслуживаешь, все, не имеет значения, потому что нам сегодняшний момент, нам важно, когда мы выходим на сцену, мы сравниваем сами, мы сравниваемся сами с собой, то есть как мы выглядели полгода назад, год назад, и что с нами сегодня, какое место ты получила, не имеет значения, потому что это, как бы, как бы там ни звучало, то есть, чтобы ты стал первым, надо просто быть наглубь выше всех, то есть, такая была задача, но мы к ней плодотворно шли, 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 шли. Я не знаю, помнит ли это Саша, и там, пообрадуется ли он, что я это рассказываю, мы сидели в раздевалке, в ЛДМе, на втором этаже, у нас было, нам дали одну гримерку на двоих, чтобы вы понимали, кто был в ЛДМе, там одна гримерка для девочек, одна для мальчиков, для всех, и была третья гримерка для Паши и Саши, это был там 2003 год, и мы сидели в этой гримерке, и кто-то из нас достал шоколадку, вот, мы ее съели вдвоем, и хотели еще одну шоколадку, у нас в обоих не было денег, и мы там искали какую-то мелочь, там по 20 или 30 рублей скидывались, и я просил своего друга, чтобы он сходил нам за шоколадку, вот, у меня яркое впечатление, что мы оба сидели с Сашей, и вот эту милость собирали на шоколадку, вот это я очень хорошо помню, вот, это было наше с ним первое такое очное знакомство, он про меня слышал, и я про него слышал, вот, ну, мы познакомились вот так, как искали мелочь на шоколадку. Еще один спорный момент в карьере Федорова, возвращаясь к той же статье, в 99 году в Испании Федоров смотрелся одним из фаворитов, он уже выигрывал юниорский чемпионат Германии, и становился абсолютным чемпионом мира среди юниоров, так что в Европе его знали, а мощная мускулатура в сочетании с модельной внешностью, не могли не привлечь внимание журналистов, фотографов и функционеров IFBB. В итоге Александр стал вторым, обыграть пускай корявого, но громадного и невероятно сухого испанца Франциско Баутисту было нереально, а затем пришла вещь, что Федоров влетел на допинг-контроле. Он был очень расстроен. Как я понимаю, сдавать тест готовились, ведь по правилам это обязаны были делать все призеры. Но что-то пошло не так. Это реально очень серьезный этап, когда неожиданно, неожиданно я получил дисклификацию, причем информация о том, что я не прошел допинг-контроль, пришла через два месяца, когда я уже таким сильным, злым настроем был настроен выступать на чемпионате мира через полгода. Зная о том, что там Батиста будет выступать, я хотел позарубаться, мне так зарядили, все говорят, Саня, блин, круто, давай, давай, давай. И когда пришла вот эта информация о том, что я дисклифицирован, дисклифицирован я был на международном уровне на два года и внутрироссийской на год. И, конечно же, все. На этом все закончилось. Я перестал вообще тренироваться. Не знаю, знаешь, ты не знаешь, вплоть до того, что я занимался лесом. В тот момент как раз я и поженился, со своей супругой. То есть, к спорту вообще отношений тогда не было. Я даже в зал не ходил тогда. То есть, я похудел до обычного человека. На тот момент это начались допинговые скандалы. Если ты помнишь, 99-й год, грубо говоря, ну, наверное, может быть, опять с меня все началось. Не знаю. В 2000 году залетели наши лыжницы. Это началась эра антидопинговых скандалов. И это просто определенный бизнес. Я по-другому это просто не могу информировать. Потому что бумага, которая пришла ко мне, в которой было написано о том, какие препараты я применял, я мог... Там их было пять, сейчас помню. Вот. С двумя я был согласен, потому что это элемент мочегонки. Могли попасть в кровь, в мочу, там, например. Но три основных препарата я их даже не принимал на том уровне еще. И поэтому я могу сказать только одно. А чтобы, например, пересдавать или опротестовать, мне нужно было ехать в Испанию за свой счет и сдавать кровь. Но поскольку мы уже готовились, то есть кровь сдавать просто было нереально. С меня все началось. Потом люди уже начали по-другому этот вопрос решать. И тогда два года я был в нокауте. Вот до 2002 года я был просто вне бодибилдинга. И в 2002 году вернулся и начал готовиться к 2003 году к чемпионату Европы, который потом выиграл. Утро второго дня. У Федорова по плану тренировка, у меня по плану несколько важных вопросов. Попробуем все объединить. В последнее время я тренируюсь по вечерам. И лучше мне тренироваться где-то с трех до пяти, но за работой мало, когда получается. Вот. И поэтому приходится подстраиваться. Сегодня по тренируем грудь и бицепс. Тренировка будет такая. Это даже на 20%, на 10%, 20% не похоже на те тренировки, которые у меня были тогда, когда я готовил к соревнованиям. Александр по-прежнему очень массивен. Но я знаю, что у атлетов свои критерии оценки собственной формы. Спрашиваю, как Федоров оценивает себя на данный момент. Как можно оценивать форму? А ты же, понимаешь, вопрос как. С точки зрения обычного человека, ну, весит, наверное, 125. Наверное, нормально. Да, с другой стороны. Но с точки зрения, конечно, когда ты сравниваешь себя с ребятами, которые выступают, ну, конечно, это не форма. Для обычной жизни очень даже неплохо, нормально. Больше, чем средне, обычный статистический человек. Собрался. Взял, пожалуйста. Работаем, работаем. Работаем, работаем. Каплю-каплю, сам-сам-сам-сам-сам. Более. Четко. Павел Анатольевич, как-то твое вот дыхание, оно как-то... Передал энергию. Как же, да. То есть я так парочку разочек хотел, а тут, видишь, как... Узнаю, почему Александр работает с гантелями именно так, с поднятыми ногами. Для того, чтобы поясница лежала полностью на скамейке, прижатой, чтобы не было вот этого мустика, поднимая ноги вверх, немножко смещается таз, поясница всегда прижата к скамейке. Тем самым в этом положении больше есть возможность, чтобы подвижность плечей была больше, чтобы нагружать грудные лучше. Если мы сделаем изгиб, то вывести плечи вперед нам сложно. Именно поэтому важно, чтобы спина была прижата к скамейке. А поднятие ног, во-первых, дает больше изоляции. Да, понятно, тренировочный вес снижается, но попадание в целевую группу мышц наиболее эффективно. И вновь я возвращаюсь к карьере Александра. Мы остановились на 2003 году. Насколько выдающимся, настолько же и судьбоносным из-за полученной травмы. Но обо всем по порядку. Ну это вообще был первый сезон после дисклова. Ну, давай скажем так, что он начался не в 2003 году. Он начался в мае месяце, в конец апреля, да, начало мая 2002 года. Когда я начал подготовку, буквально опять же с нуля, будучи обычным человеком, да, и тренировочный процесс возобновился полностью, погрузившись в атмосферу бодибюдинга. То есть это двухразовая тренировка, две тренировки в день, полная изоляция от внешнего мира, можно сказать, тренировки, дом, еда, сон там. Все в этом ракурсе. Я хочу сказать, что 4 месяца вообще это было, тренировки впустую ничего не получалось. Это было самое тяжелое, самое тяжелое время, наверное, вот за это. То есть это время не то, что тяжелое в плане физически, но морально было тяжело, потому что непонятно, что вообще реакции организм никак не дало. То есть то, что мы делали, там, фармакология, не фармакология, ничего не получалось. Оставалось за соревнования, то есть мы готовились, то есть это целенаправленно была подготовка к чемпионату Европы в 2003 году. Спустя 4 месяца у меня даже была такая мысль, я помню, когда супруга ходили, гуляли, ну, ничего не происходит. У меня уже такое состояние было, такое, что, может быть, отказываться от этой идеи, ну, признать, что не получается. И тогда я помню, что давай еще две недели ждем, если ничего не будет происходить. И буквально где-то дней через пять, такое пришло озарение, как бы сверху такое мышечное чувство появилось, то есть я реально в прогрессе начал так идти чуть ли не там по там 200, 300, 400 грамм в день, я начал прибавлять. Это было, это было реально круто, крутое ощущение, прикольное крутое ощущение, какого-то вот драйва. Тогда я встал вот на эти рельсы, я вообще человек такой, меня важно поставить на рельсы, и просто поддерживать, я очень много могу сделать. И вот тогда я действительно встал на рельсы, и меня уже было не остановить. Тогда, конечно, очень благодарен еще Александру Вишневскому, он меня тогда курировал в плане питания, всех процессов. Папа меня сопровождал на тренировочном процессе, он вел меня по всей, по питанию, по диете, и вот все аспекты там позировали. Я приезжал к нему, помню, два раза в неделю домой, позировали. Очень крутая работа была проведена, это действительно было профессиональный подход к делу. Вот. И тогда, в 2003 году, весной, я выиграл чемпионат города, чемпионат России, и стал вот абсолютным чемпионом Европы. В то время это впервые, когда проводилось абсолютным Европой. Обычно категория этим ограничилась. В 2003 году впервые было взяно абсолюткой, и вот я стал, можно сказать, первым абсолютным чемпионом Европы. Там был один очень запоминающийся момент, который дал мне колоссальный опыт, и этим опытом я делюсь со всеми своими ребятами, которые приходят ко мне, тренируются со мной под моим руководством. Знаете, мы много можем чего сделать в зале. Мы можем правильно питаться, держать диету, но если мы не можем совладать со страхом сцены, с боязнью выступать, с боязнью публичного выступления, то все то, что мы делали в зале, мы просто-напросто можем просрать. Потому что тот самый гребаный кортизол, который вырабатывается, он реально бьет по слабым и слабым местам. В моем представлении всегда это било, затекали ноги, просто плывали. В зале я показываю вроде хороший рельеф в ногах, выхожу на сцену, меня льет, и все, вверх остается более-менее. Ну и вверх, конечно, заливал, да, но ноги било очень сильно. Чемпионат Европы, и там подготовка вообще, это такой момент, когда есть, задумайтесь в эти слова, что я сейчас говорю. Мы можем обмануть кого угодно, тренера, кого угодно. Всех можем обмануть, да? Но мы сами себя не обманем. Когда ты задаешь себе вопрос, вот, держал ли я диету, все ли я сделал то, что я мог сделать, когда выходишь на сцену, там всегда это всплывает, тебя начинают это иметь. Вот если ты к этой подготовке сделал все, что от тебя зависело, ты выложился на все 100, не на 99, на все 100%, что ты мог, то есть если сейчас ты не знаешь, что можно было сделать еще лучше, то это совершенно другой момент. Ты перестаешь бояться автоматом. И ты говоришь, какого хрена, что мне бояться, я сделал все, что я мог. Допускай, как будет, так будет. Просто расслабился. На чемпионате города мне не нужно было этого. На чемпионате России тоже у меня таких мыслей не было. А вот Европа, это была глобальная цель наша общая цель, Сергея Николаевича Вишневского, папа моя. И вот там я очень сильно переживал. Порой жесткая диета была, и чтобы вы понимали, обоняние было такое, что когда супруга в другом конце квартиры там кусала яблоко зеленое, я не то что слышал, я чувствовал запахом о том, что она его ест. Поначалу он вставал, да, действительно, по ночам курил, потому что надо было сбить аппетит, чтобы не переедать того, что должно быть. Форма была тогда действительно такая, очень сильно такая жесткая, но и реально для организма было очень тяжело. Мы тогда гоняли вес, тогда подготовка была вот тех времен. Форма была хорошая, и все было круто. И вот сам помню, когда я ехал уже на сами соревнования в машине, помню тогда со своим напарником, я себя в голове сказал, да какого хрена, да пошло все в задницу. Вот я сделал все, что я мог. Ну как пойдет, так пойдет. Я реально расслабился. Когда я заходил, уже поднимался по ступенькам в Октябрьский, у меня не было внутреннего страха вообще. И вот на этом спокойствии я вообще такое ощущение, что не обращал внимания. Для меня это как будто не Европа, как будто я приехал в зал на тренировку. Реально, когда вышел на сцену, вот с этим ощущением, даже разминаясь за кулисами, я понимаю, что мышцы начинают набухать. Они начинают просто вот вовнутрь уходить. И все, что бы я ни делал, оно получалось такое вот резаное мясо. А давай чуть побольше возьмем. Потом, после того, когда уже соревнования прошли, и было награждение, был тоже один из ключевых моментов, которые запомнились на всю жизнь. Непроизвольно? Когда вешали мне медаль на шею, мне текли слезы. Причем не от счастья. Не было понимания, да, что я стал абсолютным чемпионом Европы. А от того, что я не знал, что делать дальше, завтра. Потому что все было распланировано именно до этого дня. И такое впечатление, что сегодня заканчивалось. Сегодня заканчивалось все то, к чему мы шли целый год. Поэтому очень важно отдаваться полностью, но не забывать о том, что есть второстепенные еще цели, которые должны нахлумить. Потому что тот период с одной стороны вроде хорошо, а с другой стороны такой немножко панический страх. что делать завтра. И может быть из-за того, что я не знал, что делать завтра, и был такой расслабленный, я стал отдыхать. И когда получилось, ну, появилось предложение выступить на коммерческом турнире в августе, соревнование чемпионата, то есть Европа я выиграл в мае, поддыхал июнь, можно сказать, там три недели, очень сильно меня раздуло, реально гиперкомпенсация была такая, космическая. Ну и Саша, выступили на соревнованиях, вот, хотя в принципе я и должен был готовиться к осеннему сезону, просто чуть подготовку раньше нужно было начать. И первая моя тренировка утренняя на грудь провела вот таким последствием, как разрыв. Это ошибка, реально моя ошибка, полный косяк, потому что на тот момент вот эта жадность юношеская такая молодежная, какая-то максимализм гребаный, когда оказалось, что силы вам немного за счет гиперкомпенсации, мышцы наполнены, ты приходишь в зал, жим лежа, у меня жим лежа там очень тяжело шел, 200 я там на тот момент, до этого момента жал разы на два, вот, не было таких супер, хотя приседал там 350, становая тяга там 350, причем это не пауэрлифчерские, а именно спиной чистые вот эти качковские движения, приседал без бинтов, с подставкой на пятки, то есть и на фоне этого, конечно, жим лежа был слабоват, даже если набирать по этой технике там мастера спорта, я не помню, мастер спорта вроде мне получалось сделать, но никогда не выступал в пауэрлифтинге, вот, ну и мне хотелось как бы такой момент, я понимал, что на первой тренировке с такой силой я мог пожать четвертону, 250, то есть на раз я реально мог пожать, потому что там, когда 200 я пожал на там что-то 6 раз с запасом, 6 или 8, ну там очень сильный, когда снял 220, мне казалось, что я вообще могу порвать, но это было обманчиво, потому что именно 220, опуская, я уже начал нормально жать, то есть она не задержка, ничего, в середине движения просто раздается такой щелчок, как знаете, резиновый жгут, хлопает такой, вот именно такой щелчок, и штанга на меня просто падает, как ребра не сломала, не знаю, благо, что отец стоял сзади, он как-то это подстраховал, и вот один из элементов, когда, почему я не вешаю блины, замки, фиксаторы, да, именно по этой причине, во-первых, это позволяет концентрироваться, чтобы шланга всегда была на одном уровне, чтобы не болтала, с другой стороны, если что-то происходит, то можно ее скинуть, то есть блины сваливаются, на одну, другую сторону, ты не зажат, особенно, когда тренируешься один, это очень важно, вот, поэтому, в какой-то степени, замки, может быть, и нужны, но в профессиональном спорте, я не использую замки, вообще, никогда, вот, это единственный момент, когда, может быть, шланга кривая, и они просто сползают, только в этом случае, вот, это привело реально к такой травме, которая выбила меня из колеи. А отец на той тренировке, он не чувствовал, что что-то могло пойти, не так не сказал? Нет, он меня спросил, Саша, ты точно готов? Я говорю, да, конечно, готов, как никогда, но я тогда настолько был одержимый, этот момент, папа себя винит, но папина вины здесь вообще ни в коем случае нет, потому что даже, он-то вроде, даже частично говорил, не надо, не надо, но у меня так прет, а меня когда прет, меня трудно остановить, поэтому, тогда это был мой косяк, и этот опыт должен был случиться, о том, чтобы сейчас, я о нем уже говорил, чтобы ребята не повторяли, может, моих ошибок, кто меня слышит, вот, но этого делать ни в коем случае нельзя, нужно понимать, что такое гиперкомпенсация, и что связки не успевает, особенно, когда сходишь с фармы, а я фарму никогда не принимаю, постоянно, у меня только, она идет курсами, на курсе, слезаю, восстанавливаюсь, потом следующий курс, из разряда того, знаете, не постоянно набираешь, если на фарме набрал 10, то без фармы нужно удержать хотя бы 5, чтобы 5 осталось, и потом на эти 5 оставшиеся накинуть еще 10, и вот таким образом мы росли всегда, и это мой принцип, потом, в конечном итоге, сегодня я свои 125 держу, и в принципе нормально, они, было даже 130, сейчас, потому что очень много работы, немножко 5 килограмм ушло, но тоже временный этап, который, грубо говоря, вернув сейчас в нормальную кондицию, в нормальный режим, тоже можно будет вернуть, где-то 128, я свои буду поддерживать, вот, и потом был изнурительный процесс восстановления, это месяц, который вообще непонятный, первые там недели, я вообще не знал, что произошло, потому что, такой кровяная сосиска висела такая, вот мешок такой кровяной, который мы не отсасывали, должно все отсосаться. Было ощущение, что это конец? Ощущение было непонятки, ну конечно, был момент, потому что тут уже, более того, на тот момент, после Европы, уже пришел контракт с Universal, я подписал контракт уже, то есть в стадии подписания, когда я его подписывал, я уже был порванный, то есть у меня зона ответственности была уже очень колоссальная, я не знал, что будет дальше. И в наши дни подобные соглашения значимое событие, но в 2003-м подобная договоренность выводила Федорова на совершенно иной уровень. Слушай, контракты сначала были одна сумма, и они потом доросли, то есть суммарно до 10 тысяч долларов в месяц было в то время, независимо от там питания и всего остального, это чисто в деньгах, при условии того, что все мои поездки оплачивались моим работодателям, поддержка на соревнованиях опять же была, ну я имею в виду с точки зрения поддержки это проживание, все вот эти расходные, все вещи, это все вложилось на моего работодателя, поэтому начался контракт с универсиумом с 2000 долларов, 2000 долларов тогда и плюсом питания, и вот именно тогда я понял, что такое качественное американское питание и не то питание, которое продавалось у нас здесь. Даже просто прямой пример аминокислоты амино-3001, может кто-то помнит, такие большие белые банки с синей этикеткой, там большие такие аминокислоты, таблетки лежали, а те, которые приходили в Мисс Америки, они такие были беловато, нежного такого цвета, который ты в рот берешь, раскусываешь, она разваливается. То, что было у нас здесь, это яркая желтая такая пресновидная масса, которая, грубо говоря, об нее зубы можно было сломать, вот вся разница, даже в этом. Ну и, конечно, по вкусовым что-то похожее было, но это было не то. Это уже было сомнение о том, что мы едим здесь и то, что на самом деле едят профессионалы. От меня требовалось выступление два сезона весна-осень, весна-осень, и плюсом после каждых соревнований я по почти три недели мы жили в Америке, то есть два раза в год я был в Америке где-то по три недели. Делали фотосессии, вот те фотосессии, когда я на фоне бодранной стены на фоне штанги, вот это, конечно, такие крутые фотографии. Если я не ошибаюсь, фотограф Мосс, Мосс его, да. Брайан Мосс, да, он делал эти фотки. Конечно, работа с ним это самая тяжелая работа, но они того стоят. Я помню, очень изнурительно, до девяти часов мы тренировались, бывает один кадр он снимает, статики, нужно было держать блины, вроде хотя бы были фейковые блины, но, говорит, не, с фейковыми блинами у тебя мышцы не напрягаются, нужно было держать, это было, наверное, такое, вот из всех фотосессий, которые я проводил, были самые тяжелые, но они того стоят, он реально профессионал своего дела, крутой чувак. Я намеренно сделал акцент на контрактах и на сумме, потому что, ну, во-первых, тема денег, как правило, интересует многих, а во-вторых, эта информация важна для понимания, насколько не вовремя был автотрап в груди и под каким давлением оказался Федоров в 2003-м. Ну, может быть, это и дало мне определенную ответственность и силу воли для того, чтобы восстановиться. И вот та подготовка, что вы понимали, потому что ничего же не было подшито и, в принципе, мне, когда запихнули меня в эту барокамеру, вот так вот, спустя там неделю, и сказали, Саш, ну, у тебя там из пяти волокон порвуты нижние два, в принципе, все можно делать. Я говорю, ну, ладно. Но прикол в том, что сжать я мог не больше 70 килограмм, то есть вот ту подготовку, когда скован скаттлером, грудь тренировалась вообще какими-то детскими весами непонятными, 70 килограмм не больше и не мог я тогда подтягиваться, то есть рефлекса подтягивания вообще не было. То есть и то я это узнал совершенно случайно, когда протестовал после травмы, ну, надо было отдохнуть, поехал на дачу. Я в то время очень сильно любил на водных мотоциклах кататься. Вот. И хорошо, что упал, ну, с него свалился рядом с берегом, потому что на водном мотоцикле мы знаем, что его нужно перевернуть и залезаешь на него только сзади, подтягиваешься. Так вот, когда вот это нужно было сделать, я только тогда понял, что я не могу подтянуться. И вот с таким ракурсом все равно как-то с его волей поддержки мы начали тренироваться по-любому. Причем это прогресс. Все делало так, чтобы не было больно. Конечно, грудь очень тяжело, на грани всегда. Вот. Все остальные группы мышц подавались очень хорошо. Там спина, то есть все остальное. Малейшие упражнения, то есть вот не мог подтягиваться. Вот. Но тем не менее форма получилась офигенной. Офигенной. Вот. Ну и после этого я сделал уже операцию уже после того, с холомом скатлером уже в четвертом году я сделал. Но там тоже отдельная история была, когда вскрыли. И только тогда я узнал, что у меня оказывается была оторвана связка от кости. Именно поэтому я и не мог подтягиваться и все это делать. На тот момент, когда я соревновался, я этого не знал. А из-за большого количества мяса у меня в бар-камеру там же есть определенные ограничения. Меня запихнули вот так. Там этого было не видно. Из-за большой прослойки это никто даже не сказал. Ну, не определили тогда. Все-таки 2003 год был. Это уже почти 20 лет назад. 18. 17-18. Поэтому было весело. Реально весело. Но и тем не менее одержимость тоже очень важно было выступать на Кубке Атлантов Сергея Николаевича, который он проводил тогда. Это его турнир был. Мне очень важно было на нем выступить и выиграть. А также за первое место на Кубке Айронмен был автомобиль. Поскольку я больной до машины, задача была выиграть эту машину любыми способами. Это, наверное, была сильной мотивацией. А профессионалы уже подвернулись в моменте. Они не были в плане выступа, когда я выступал. То есть задача была выиграть город, Россию и три коммерческих турнира, которые тогда были. Ну и в процессе, когда приезжали американцы, двух наших спортсменов можно было выставить в качестве любителей на профессиональный уровень. И вот это случилось. И получился такой резонанс, благодаря которому появился уже второй контракт. Ну, во-первых, я закрепил свое место в Universal. И своим выступлением Universal, конечно, полностью воспрял. Я ездил в Америку на фотосессии. Все началось. Ну и плюсом получился еще Flex и Masculine Development. Это второй контракт неэкклюзивный. И таким образом одновременно у меня было два неэксклюзивных контракта американских. И я еще жил в России. То есть это, конечно, нонсенс. Вот я считаю, это реально профессиональный подход к делу, когда ты реально считаешь себя профессионалом. И ты действительно считаешь себя профессионалом. Потому что я тренируюсь, и мне за это платят деньги. Пользуясь возможностью, прошу Александра вспомнить больше деталей к гран-при 2003 года. Первое, что сказал Фриду Ивановичу. О, круто. Фотки будут. Только эти. Потому что, ну, конечно, обрадовался, что можно будет вот так сравниться. Тогда такой момент был. Ну, поржем вместе. Потому что тогда на нашем общении американцы были на какой-то такой ступень недосягаемой. вот. И, конечно, мы не оценивали, ну, по крайней мере, я, ну, и не было еще примера, когда наши спортсмены могли как-то конкурировать. Еще всегда, чтобы они как-то, если кто-то и выходил там на сцену с ними, то казалось, что это такой уровень. То есть, мы не приближаемся даже к десятке этих турниров. но ситуация в корне поменялась. Когда меня в первом сравнении вызывают с колонным и скатлером, это был шок. У меня еще такая фишка была, когда я на сцене стою, я никогда не смотрю зрительский зал. Ну, чтобы не искать там взгляды, которые смотрят. Ну, чтобы не париться на эту тему. Я всегда смотрел как-то вот в абстрактно и даже в прожектора в этот цвет. А в этот момент, когда меня вызвали, я такой встал, уже в линейке сравнения. И я опустил глаза вниз и первый глаза увидел Владимира Ивановича дубинина, которая у него такое изумленная. Я такой не понял, в чем дело. То есть, у него такая хорошая энергетика от него пошла. После чего я начал уже смотреть в зол и видел реальную такую энергию поддержки. О том, что Саня, давай, ты крут, пятое-десятое. И вот в этот момент сейчас даже говорю, мурашки каждый раз когда-то вспоминаю, рассказываю, реально такое состояние, такое, что мышцы начали работать. Прямо на сцене стали наливать. Как будто я только что сделал там все мышцы одновременно покачал, а у меня начался налив. Потому что вот эта энергия, которой сейчас нету в залах, когда ребята выступают, энергия пошла прямо в этой вот Москве. Ну, просто нереально. Когда позы за позами, особенно боковые позы, когда были, начали орать, что я там лучший, когда стоит там Колман и Катлер. Но, Андрюха, это было круто. Это реально было круто. И тогда, мне кажется, и зад бедра вылез, и нога стала сечься, и все, что бы я ни делал, все залетало туда, куда надо. И, конечно, это было очень здорово. Реально очень здорово, особенно, когда вышел после сравнения за кулисы. Там как-то все подбежали, там, Саня говорит, это нереально. Там некоторые, там, такие лица были. Я этих людей не знаю. Ну, на лице такое счастье было, что там что-то совершилось сверхъестественное, как будто мы первый раз на Луну слетали. Колман, на тот момент, когда я вживую его увидел, это оказалось такое, что-то недосягаемое. Разница у нас тогда по весу было что-то порядка 9 килограмм. 9 килограмм тяжелее меня было. Я тогда был 125, он был 135. Это был какой-то космос. Но, тем не менее, после этого турнира мы очень сдружились и с Колманом, и с Катлером. То есть, это было, ну, реально круто. Очень круто. после этого общения в рациональном дивизионе началось. Очень добродушные они, реально добродушные, очень такие открытые. Оттуда на Катлер, мне тогда очень понравилось. Мы даже с ними сидели, есть фотка, и мы вместе сидим на лавочке, там общаемся. Я как на своем ломаном английском там что-то пытаюсь им объяснить. Он меня там что-то спрашивает, я у него. Ну, круто было, очень круто. За третье место было, Абина? Ощущение было, что его... Не-не-не-не-не-не-не-то там третье место тогда это было как первое. Реально. Третье место тогда это было... Это реально как будто выиграл. И тогда, когда Вейн Демиле подошел и сказал, Алекс, если хочется биться за первую десятку на Олимпе, нужно делать операцию. Вот. Ну, а тогда эта операция, то есть никто не думал, что там связь, с которыми было впечатление, что мы можем полностью форму восстановить. Но не так все просто оказалось. И сейчас, грубо говоря, очень сильно приходится все мои выступления, которые сейчас, это элементы позирования, чтобы скрыть эти недостатки. Потому что, если тупо просто позировать, очень сильно видно, что она порвана. То есть я не могу просто вставать и напрягать грудь. То есть мне нужно, грубо говоря, напрягать левую, правую держать расслабленные. Ну и очень много тонкостей. То же самое, АШП хоть мне себя ругает, ни в коем случае нельзя так показывать. Ее нужно скрывать, чтобы подрезать более был. То есть выделять верхнюю часть. То есть очень много искусственных моментов, которые с помощью позирования приходится скрывать. И поэтому, когда растягиваю, в принципе, не так сильно видно. Подреза, может, чуть-чуть не хватает, но тем не менее сильно это не портит картину. Вот. Но тем не менее там стоит армированная сетка. Эта сетка не позволяет, то есть мышцы натянутые в ней, то есть невозможно было просто ее подшить. Стоит армированная сетка, как на нее натянуты волокна. И эта сетка таким, как вот шнурок от кроссовок двойной. С дыркой в кости был вот таким образом сделан. И это осталось там на все время. То есть сейчас там нету, там все осталось. То есть это не инородные тела там так и остались. Я сейчас это практически не чувствую, но порой бывает есть здесь вот какое-то место, такое нервное окончание. То есть если там вот дотронулся посильнее, то, в принципе, чувствуешь инородность. А так, в принципе, уже все. И еще момент. После операции врач говорил, ну, в течение двух лет, двух-трех лет может произойти отторжение. То есть организм может не принять эти инородные все моменты. Вот. Я говорю, ну, а когда тренироваться, ну, говорит, ну, восстановиться-то надо как минимум полгода, а то лучше год. Я говорю, полгода, год. У меня, говорю, через семь месяцев турнир, а я говорю, тут еще нет. И тоже такой момент, когда в 2004 году я второй стал после Коумана, получил квалификацию на Олимпию. Это была осень, октябрь, конец октября, насколько я помню, октябрь-ноябрь. Вот. Так вот, операцию сделали в январе, когда сняли гипс в марте, в конце марта. Вот, чтобы вы понимали, вот эта рука была 54 сантиметра, а эта рука была, ой, то есть вот эта 54 левая, вот травмированная часть, потому что была, на ключице наложена, была 42 сантиметра. 42 сантиметра от рука была. То есть вот эта часть была полностью атрофирована. Сустав умер, рука не поднималась вообще. Это был апрель месяц. И кто бы там что ни говорил, там есть восстановление, там еще что-то, но я знаю одно, что вот это вот умение совладать и сила воли, оно дорогого стоит, реально. То есть тренировки взобновились где-то к концу июня полноценные. До этого момента просто была реабилитация, восстановление. Тренировалась левая сторона, правая что могла, то делала. Такое жуткое состояние было. Когда я на себя в зеркало смотрел, я не понимал, как тут с профессионалами стоять на сцене, тут город ты не выиграл, реально с такой атрофированной составляющей. Но тем не менее, форма была чуть хуже в 2004 году, но она была сделана, квалификация была получена, контрактные все договоренности были выполнены, поэтому все здорово. Другой момент, что после операции, конечно, очень много ресурсов, энергии было потрачено. И потом дальше уже в 2005 году я очень плохо выступил на Олимпии, и в 2006 году уже форму было не сделать, просто ресурс организма был ущерпан. Я очень благодарен, наверное, не было моих успехов без моих фанатов, без моих ребят, которые меня поддерживали, тогда поддерживали, сейчас, и со мной, что бы ни случилось, это очень ценно, реально очень ценно. И благодаря только спорту держится на фанатах, поймите, но я вчера уже, так говорю, жалко, что мы живем, у нас люди любят только по праздникам, к сожалению. Давай ты куда-то скатываешься, сразу уничтожают, не дают тебе право на ошибку, а ошибается любой человек. Не ошибается тот, кто ничего не делает, ну тогда, может быть, там не стоит ничего делать. Я хочу, чтобы каждый, кто смотрит сейчас этот ролик, задумался об этом, реально задумался. Я очень хочу, чтобы этот сюжет попал именно в твой эфир. Задумайтесь, кого поддерживаем, кто реально в этом мире что-то стоит, кто реально профессионал своего дела. Потому что порой бывает, залезают в интернет люди непрофессионалы, засоряют мозг людям. Ладно, если просто засоряет, но некоторые тратят свое здоровье и губят себя. Следующий подход. На Олимпии 2005 года мы остановимся подробнее. С одной стороны, для Александра этот турнир не сложился, Федоров не вошел в топ-15. С другой стороны, многие атлеты, дебютанты Олимпии, впоследствии выдающиеся культуристы, тоже показывали схожие результаты. Тот же Ронни Коуман на своей первой Олимпии тоже не вошел в топ-15. Но сегодня мы попробуем разобраться, почему единственная Олимпия в карьере Федорова сложилась именно так. Уже время, столько много прошло. Особенно сама подготовка. Мы уехали туда за месяц с Александром Вишневским. И знаешь, туда я уезжал неподготовленный, самонадеянный, о том, что думал, за месяц мы сделаем форму. Но формы было недостаточно, чтобы штурмовать ее любыми силами. Мы пытались перекладывать массу усилий для того, чтобы как-то, потому что именно есть такое понятие, когда есть кондиции, нужно выгонить просто воду, то по факту у меня еще была прослойка жира. Вот. И что бы мы там с Сашей не делали, тогда этого не хватило, чтобы вынести вот именно такую хорошую. Мы пытались сделать это с помощью углеводной ямы, увеличения гормона роста, большим кардио. но привело это только еще к худшим последствиям. Это был такой очень-очень злой для меня опыт, когда форму нужно делать заранее. То есть вот эта самонадеянность, что да, мы пойдем в Америке, там будет чудо, сейчас мы адаптируемся, все сделаем, ни хрена, никаких чудес не произошло. Вот. Ну и плюсом, когда такая большая ответственность, все от меня что-то ждали, это очень сильно на подсознание влияло. Но, конечно, это нечего занимать, надо признавать свои ошибки, и я знаю точно, что в тот момент есть такой момент, как-то, может, кто-то называет звездной болезнью, или еще что-то. Это да, это присутствовало, и тогда была такая самонадеянность, думал, что все получится, но по факту нет. Это уже осознал чуть позже, когда мы уже от выступались, когда я закончил, 2005 год прошел, в 2006 году еще было несколько коммерческих турниров, и потом наступил вот этот отдых, долгий отдых до 2014 года, 8 лет. И вот за этот промежуток времени я четко осознал, что да, это моя полностью была ошибка. Мы даже с Сашей тогда немножко как бы поругались, наверное, когда мы приехали сюда, какое-то время не разговаривали, но по большому счету его вины не было, у нас были разногласия, определенные были споры в плане диеты, еще чего-то, но самое основное, можно было эти вопросы все порешать, если бы изначально моя подготовка была более так сконцентрированная, и я к ней подошел с таким большей ответственностью, неже чем думая о том, что я там звезда и первый еду на Олимпию. Вот это, конечно, меня сгубило, и ну и как бы там не было травма, травма, которую, операцию, которую мы сделали, она не давала мне полноценно работать, потому что процесс восстановления вообще в течение двух лет должно все это было происходить, а у меня не было этого времени, мы сразу форсировали, штурмовали, потому что были контракты, вот, ну то есть одно на другое наложилось, и в итоге получилось то, что получилось. Ну это очень такой опыт, который ну реально я ни о чем не жалею, ни о чем не жалею, можно говорить, что может быть что-то получилось, может быть как-то было по-другому, но оно звучало, как случилось. Запомнилось то, что ты понимаешь четко, или ты в составе лидеров, или ты в составе аутсайдеров, то есть есть первая десятка, а есть и остальные. Вот если ты в первую десятку не заходишь, ты в принципе ничем эти соревнования отличаются от других. Ну круче Рони Колман не было, я уже был готов их увидеть, честно скажу, поэтому а единственное, что мне нравилось это Денис Джеймс, его габариты тоже мне очень сильно внушали, именно с точки зрения габаритов, а вот именно как фаворит соревнований, ну понятно, что было, что Рони Колман выиграть Олимпию, это было безоговорочно, для меня было тогда все понятно, вот, поэтому и все спортсмены, тогда уже настолько их было много, понимаешь, то есть у меня нет такого ощущения, что когда ты находишься среди них и себя как-то, сначала думаешь, что ты какой-то маленький постоянно, среди спортсменов уже высокого уровня, но по весам, сколько там весишь и как отзывы от других ребят, это, конечно, говорит об обратном. всегда, когда я на себя смотрел, то есть я сам, я себя не ощущаю просто большим, вот, не то, что там на сцене, я себя большим не ощущаю, и для меня было, когда я в фотографии посмотрел себя с Колманом, с Катлером, думаю, ну ни хрена себе, я себя так не ощущаю, и каждый человек себя так не ощущает, есть то же самое, у женщин очень много, у мужчин, которые, мы всегда себе не нравимся, кажется, что, ну что там, вроде 125, ну по большому счету даже сейчас, 125 для обычного человека, ну это мега круто, да, с учетом того, что там жиры-то у меня не так уж и много, да, здесь был именно вот этот слух именно с этим, а не то, что там перегружался, грузился, потому что, ну очень много моментов было с этими загрузками, перегрузками, и то, как мы это раньше делали, и то, как сейчас это делают, и как вообще надо грузиться, то мне кажется, по сегодняшним меркам мы вообще там явно что-то не доедали, представляете, как это нужно было делать, и поэтому, по сути дела, становились все равно по-любому плоские, потому, то есть на меня загрузка вообще плохо работала, то есть, я уже приходил к тому, что лучше может вообще не грузиться, в какой-то момент я так делал, и в принципе, как-то было более-менее стабильно, потому что самая большая ошибка, когда мы в то время полностью сидели на безуглеводке, ну какой бред, и потом, когда ты начинаешь есть, становился только плоский, потому что те углеводы, которые приходили, организм уже научился без них жить, а ты их, конечно, в итоге там получается, что ты вроде наелся, по сути дела, когда они начинают работать, нормальная форма приходила уже только на банкет, когда организму, а, это углеводы, давай, ну давай мы кинем, но соревнования все прошли, ты начинал становиться только хорошим, то есть всегда такая форма наступала через два дня после того, как есть, и это было, да, действительно, поэтому сказать, что переедал, я бы сказал, наоборот, не доедал, судя по тому, как бекраме есть на банкетах, но не на банкет, на завтраках, перед сценой, я вообще там посыпаться, но это не означает, что загружаться нужно много и просто тупо начинают есть, не, 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 это не тот момент, весь этот процесс должен четко быть рассчитан, нужно к соревнованиям просто войти в кондицию, для этого диета начинается уже там за шесть месяцев, ты уже постепенно уже приходишь к этому состоянию, набором пи, продуктов определенных, кто-то должен попасть просто в рамки калорийности по белкам, жирам, углеводам, какими продуктами не имеет значения, потом, то есть, только чистота этих продуктов начинает поджиматься, продукт становится все чище, 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 вот, и когда приходит время к соревнованиям, к периоду соревнований нужно понимать, какие продукты на меня реагируют очень хорошо, я знаю одно, что на меня очень, например, нужно изголодаться по жирному стейку, да, и потом жирный стейк, когда я кушаю, меня просто начнет распирать, лучше, чем всякие рисы, углеводы и все остальное, ну и тогда, в принципе, если я попробую кому-нибудь сказать загружаться, я буду там жирным мясом, нет, или, например, я пойду в Макдональдс перед соревнованиями, ну это же реально удар по психике, когда я спрашиваю, чем загружаться, я говорю, да хрен его знает, чем загружаться, не смотришь на идиота, а я говорю, это не могу уж, если я ему, грубо говоря, сейчас озвучиваю или гречу, или картошку, или еще, что он пойдет это сделать, он мне это посоветовал бы, я не знаю, что нужно человеку, если я с ним не работал, а он, прежде всего, должен это сам знать, после того, как он изголодался по этому продукту, это путем экспериментов, которые начинают за три месяца до турнира, уже начинает, уже он в форме, начинает экспериментировать в удовольствии, когда приходит турнир, ну, во-первых, он эмоционально, морально не убит, жесткой диеты, когда он просто от всего отказывался, да, у него весь нормально состояние, нормально функционирует, мы четко знаем его калорийность, мы просто его держим в таком незначительном дефиците, чтобы постепенно избавляться от подкожного жира, потом просто оставляем воду, не убирая соль, частично может в дни отдыха разгрузки центральной нервной системы даже может чуть сахара добавлять, буквально чуть-чуть, если это позволяет, почему нет, и таким образом доводится до кондиции, это мой подход. Я уже рассказывал много раз эту историю, о том, что в 14-м году на мой день рождения, поступило очень много поздравлений, ничего бы не было раньше от девушек, от женщин, которые как бы благодарили меня за то, что их там сыновья, мужья, молодые люди избавились там от алкогольного, зависимых, наркотиков, как-то в зал пошли тренироваться, больше стали заниматься спортом, и вот тогда мне стало очень интересно, учитывая мою травму груди, потому что у меня нету сейчас своей связки здесь, то есть у меня искусственный шнурок стоит, прикрепление груди, и я относительно левого плеча ее не чувствую, да, смогу ли я с этой травмы сделать форму за кратчайшие сроки, и там вопрос даже стоял изначально, даже не было там возвращаться как бы на долгое время, смогу ли я форму сделать за 6 месяцев, с того нуля, грубо говоря, тогда я весел там 92 килограмма, было обычно, есть фотографии, вот это для меня было интересно, смогу ли я сделать это за 6 месяцев, да? И когда я возвращался в 14-м году, вот эти все навыки, которые были в автоспорте, я применил в качалке, то форма моя была сделана за 6 месяцев, это реально круто, это все подтверждение тому, чему учил меня отец все то время, когда мы занимались изначально, то есть это четкая сканирование ощущений, тогда папа меня помогал, тогда то есть мне Саша помогал, папа сам тренировался, мы очень быстро вернули мышечные ощущения, несмотря на то, что я не занимался там 8 лет, 8 лет, 8-летний перерыв и уже возраст был приличный, вот тем не менее я быстро втянулся, очень быстро, за первое место набрал больше там 30 килограмм веса, с учетом того, что и жировая прослойка была, поэтому было мега круто, очень тяжело, увлоги, это, ну, что ты понимал, подняться на первый этаж уже отдышка, то есть силовые нагрузки могу делать, любые, например, ходить, то есть сердце я реально не могу, ну, это реально был шок для организма, того, чтобы, как это делать, ну, скажу так, недели 3, наверное, постовок стабилизировалась, недели 3 я начал потихонечку делать кардио, просто для того, чтобы это как-то устаканилось, то есть организм привык, через 3 недели я более-менее начал уже выходить из этого состояния. А вот по анализам, по обследованиям организм выдержало нормально такую привод? абсолютно, абсолютно нормально, причем более того, знаешь, как ни странно, сердце даже сказала вау, наконец-то, поскольку у меня спортивное состояние сердечного, сердечной мышцы и вообще самого сердца при нагрузках стало лучше, неже, чем когда я не занимался. То есть, все-таки спортсмены, заложники постоянного вот такого спорта. Вот, с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Мне нравится, не думается, что это на подхожу. Как проходила твоя жизнь тогда? То есть, вот это полностью была жизнь профессионального атлета от рассвета до заката, что она была? Ты знаешь, всегда, если я готовлюсь к соревнованиям, то утром встаешь, то есть сон в 11 ложишься, в 7 встаешь. Ну, плюс-минусом это я уже беру 7 с половиной часов ночью, утром просыпаешься, кардио, завтрак, первая силовая тренировка, приезжаешь, кушаешь, отдохнуть, поспать, полежать, встаешь, кушаешь, едешь на вторую силовую тренировку, приезжаешь, кушаешь, вечером позирование, немножко разбираешь, какие-то моменты, час, два, вот, и ложишься спать. Так происходит в основном понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. В среду я должен правильно только покушать, полностью отдых, но, как правило, или это массаж у меня идет, или бассейн, но в эту подготовку я не использовал бассейн, бассейн был отдельно, как бы как не плавание, а просто посещал водную, чтобы релакс был, вот, а раньше я ходил еще в бассейн, специально целенаправленно ездил в бассейн, вот, и воскресенье семейный день, все, и вот таким образом идет подготовка, то есть полностью погружен в тренировочный процесс. Какая калорийность у тебя была вот на подготовке, возвращении? Уже 4,5 тысячи калорий самое большое было, немного, то есть, во-первых, сдерживать нужно талии очень сильно было, вот, единственную глупость я сделал, с одной стороны, едой я ее не набивал, а я начал тренировать пресс, вот, и это немножко усугубилось, нужно было, наоборот, его не тренировать, истощить, вот, и только в конце добавить этой жесткости, я немножко сделал так, что как только я начал тренироваться, я сразу начал, на вот тот мамончик, который за 8 лет образовался, я начал еще и живот качать, именно с живот, вот, неправильно с живот, и как-то, с одной стороны, желудок вроде сильно не увеличился, да, но сама по себе талия, она разрослась, если вот как сегодня, например, я тренируюсь, то есть я пресс практически не трогаю вообще, то есть он у меня находится в таком, только средняя часть, она жесткая, да, а вот сами бока, они мягкие, и их нужно сжечь сначала, как бы с точки зрения диеты, как я сегодня понимаю, и это так работает, я когда начал это делать, пробовать, это срабатывает, вот, то есть талия сразу уменьшается, за счет диеты, а уже потом, в конце, то есть, когда уже жесткая диета, и уже сформирована к концу, последний там месяц, два усилится в плане тренировочного процесса на прессе. Когда я вышел на сцену в 2014 году, после очень долгого перерыва, какие были ощущения или эмоции? Все, что тогда было круто, во-первых, подготовка прошла, так, знаешь, я сделал то, что я хотел за 6 месяцев, на фоне этих эмоций, конечно, я был очень рад, вот, даже не важно было, какое место я займу, вот, вопрос того, что я это сделал, уже было хорошо, что я стоял на сцене, это было здорово, гораздо, даже больше потом, наша подготовка, когда я познакомился уже с Борисом Ушаковым, мы начали готовиться дальше, когда вот эти фотографии с Беграми, с Мартинесом я выступал на Нью-Йорке, вот, тогда вообще подготовки были в удовольствие, тогда совершенно в корне поменялся весь план подготовки, питание, вот, настроение, вообще-то не било по эмоциональным, по нервной системе вообще никак, тогда я уже понял, почему профессионалы могут выступать в несколько соревнований подряд и не париться, я перестал гонять вес совершенно по-другому, то есть, я где-то дошел до 130, сейчас скажу, до 142, а на сцене я был 135, то есть, ну, всего 7 килограмм, не так, как раньше мы гоняли, по 20-25 килограмм, чтобы войти в какую-то форму, кондиции там, только не кондиция, это был такой момент сушки, ты на сушке сейчас? Это не так, как хочешь сказать, блин, нет, я на баранке, а тогда, когда в Америке это все пришло, это, есть такое понятие, кондиция, кондиция, форма, сочность, пышность мышц, вот, они должны быть постоянно в таком тонусе, а наши русские, еще тот советский менталитет, нужно себя сначала раздуть, потом засушить, раздуть, засушить, вот мы и паримся на эту тему, оно того не стоит, планомерный подход, и именно сейчас я пропагандирую, занимается своими ребятами, не торопиться, те, кто хотят быстро, я, не получается у нас с ними работать, и я не хочу с ними работать, те, кто планомерно, хотят следить за своим здоровьем, хотят добиваться результата, работает на собственном ресурсе, в большей степени, и если даже прибегают к фармакологии, уже потом, то фармакологии нужно буквально немножко, чтобы дать вот этот всплеск очага, для того, чтобы были максимальные результаты, вот, но и то, не сторонник, если это не соревновательный спорт, то в принципе прибегать к фармакологии, думаю, не стоит. Раз уж мы заговорили о тренировках, спрашиваю Федорова о его фирменных голенях, в его соревновательной форме, было бы сложно выделить одну мышечную группу, но когда мышцы голени, не теряются на фоне таких огромных бедер, их обладатель явно разбирается в вопросе прокачки икроножных. Все считают, что это генетика, даже мой папа считает генетикой, да, действительно, форма голени досталась у меня, как бы от мамы, но объем такой, он просто так не растет. В детстве дедушка у меня очень грамотно, я очень много ездил на велосипеде, катался до 30 километров в день, у меня бывало доходило, то есть практически каждый день, то есть я очень любил велосипед, и дедушка грамотно мне сказал о том, что педали нужно давить не ступней, а именно пальцами, да, то есть чтобы вот упор был, то есть у тебя нога полностью распрямляется, до почти прямого состояния, почти прямого, да, и ты упираешься голенью, за счет этого как-то была поставлена такая неосознанная техника, когда я давил ногой и дожимал голенью, вот, это была такая база, которая была поставлена еще в детстве, а потом, когда мы уже начали тренировать, на голень точно так же, это не, просто многие тренируют голень, так одно упражнение сделал, как бы и все, нет, у меня 2-3, мы даже тренировали комболовидную мышцу, комболовидная, это вот эта наружная часть, то есть, грубо говоря, я садился на скамейку, нога на скамейке и тросом подтягивал на себя, то есть петлю на носок и на себя подтягивал, что бы там ни говорили, это очень сильно давало вот эти вот разделения, когда стоишь, например, в боковых позах, боль начинает делиться и привлекает на себя вот это внимание, это тоже неотъемлемый факт того, что как бы была заложена, и плюсом сама по себе техника, со многими сейчас даже уже продвинутыми спортсменами разговариваю, говорит, голень не накачать, голень не качается, но бред реально, тренируя голень, мы считаем, что нужно просто встать на носки, но если мы встаем полностью на носки всеми пяти пальцами, это наша повседневная нагрузка, с которой мы ходим, и никто об этом не думает, думает, а мы на носки там встали, мы покачали, вот она качается, я могу на носки встать так, вот носок ногу поставить, что у меня голень даже не напряжется, потому что для нее, это естественное состояние, мы вот ходим, гуляем, все это нормально, вес поставили, да она выдержит, а вот если мы делаем искусственно упор на внутреннюю часть стопы, на большие пальцы, и начинаем, как бы грубо говоря, за воде, ноги вовнутрь, там совершенно другая работа начинается, и есть очень много тонкостей, причем каждая голень, она фокусируется на, можно расставлять пятки, вовнутрь, наружу, это индивидуальный подход, то, о чем я и говорю всегда, то есть это работа повседневная, когда я работаю в онлайне уже, в оффлайне, с человеком, который вот передо мной, то техника это пытается, и то же самое делал мой папа, оттуда голень, голень натренированная, форма задана от родителей, да, но объем, когда там достигал космических сантиметров, да, вот, это все натренированная голень, сначала, сначала мы ставим идеальную технику, нацеленную на целевую группу мышц, и после этого на эту технику мы начинаем накидывать тренировочный вес, без тренировочных весов, к сожалению, мышечная масса не растет, то есть невозможно спичченным коробком накачать большие мышцы, вот, это будут ненаработанные мышцы, может быть они не раздуется за счет фармакологии, но они не останутся, поэтому веса по-любому нужно поднимать, но опять же, несмотря на то, как это вот делают профессионалы, потому что профессионалы делают это уже искусно, искусно постоянно держа напряжение в целевой группе мышц, а обычный новичок, насмотревшись просто роликов, как там начинает делать чикинг, он начинает то же самое делать, не понимая, что он просто тащит связками, и мышцы у него от этого расти не будут. Задавая Федорову вопрос, когда он показал свою лучшую форму, я ожидал отсылок к этапу карьеры до большого перерыва, но оказалось, что Федоров видит свою карьеру иначе. Пятнадцатый год, наверное. Пятнадцатый год. Пятнадцатый год, когда с биггерами, вот та подготовка там. Ну, опять же, если говорить, какой уровень. Если с точки зрения рельефа, то, конечно, на Европе. Если с точки зрения кондиции профессионального подхода, то это однозначно было, наверное, пятнадцатый год. Но там сложно сказать, реально, очень сложно сказать, потому что все по-разному. Мне больше нравится пятнадцатый. Потому что в пятнадцатом, опять же, уже все-таки прошло время. Уровень спортсменов уже другой. И все равно удавалось в Орландо. Я стал третий. Очень хорошо выступил на Нью-Йорке. Независимо от того, что стал на седьмом месте, но сравнение с Морелем и с Мартинесом по тем фотографиям показывает о том, что форма была очень плохая. А веса? Учитывая то, что там и с бекрами, где есть сравнение, это 135 килограмм веса. 135. А с кованым катлером я оставил 125. Это 10 килограмм разницы. Поэтому можно сказать, когда форма была лучше и хуже. В каждом из этих моментов, на каждом этапе все было по-другому. Не было постоянного роста. Это все-таки уход в ноль в обычное состояние необычного человека и возвращение. Таких очень много было у меня за эту историю. Порядка раз, два, три. Три раза. И вот можно сказать, только сейчас такой период, когда в 16-м году я перестал выступать. и в 4 года, это уже 5-й год, когда я постоянно тренируюсь, держу форму. Обычно я сдувался, практически вообще не тренировался. Сейчас я стабильно 3-4 раза в неделю я в зале. Независимо от командировок, если командировки просто смещаются в тренировки, но я тренируюсь. Тренируюсь сам, тренируюсь в паре со своими клиентами, с друзьями. То есть по-разному. Конечно, можно тренировку то же самое со мной вместе провести. Никаких проблем нет. то если вы в Санкт-Петербурге находитесь, можем договориться ее провести. Отмечу, что Федоров после своего последнего турнира в 2016-м не объявлял о завершении карьеры. При этом в мае ему исполнится 43 года. Со стороны кажется, что Александр давно уже все для себя решил и с головой ушел в бизнес и семью. Но так ли это на самом деле и допускает ли сам Федоров теоретически свое возвращение на сцену? Для этого должна быть жесткая мотивация понимать, для чего мне это нужно. Скучаю ли я по тому, как я стоял на сцене, иногда скучаю, да. Но сегодня я не могу позволить выкинуть столько времени на подготовку, которую я выкладывал раньше, когда это было моей работой. Сегодня моя работа есть бизнес, есть ряд вопросов, которые нужно закрывать. К сожалению, я не могу на 100% посвятить себя бодибилдингу. И поэтому вопрос о том, хочу ли я выступить, ждать мне, не ждать. Все зависит от того, насколько ситуация поменяется, я смогу этому уделить время. Но скажу так, что если такое произойдет, мне, наверное, сегодня интересно будет опять вернуться в автоспорт и попробовать себя может быть на более высоком уровне, посмотреть, на что я там способен. это трек сроки 3. Каждое утро, когда я шел на тренировку, на утреннюю тренировку заставка сроки 3 играла у меня на телевизоре. И потом этот трек постоянно играет у меня в зале в наушниках до сих пор. Это самая моя любимая музыка. Как бы там ни говорили, да, там все считают профессионала, что такой фильм как Рокки, он боксер и там считает, да, это фигня постановочная. Да дело не в том, что это постановочная, дело в том, что это отображает мотивацию больше. Красивая картинка, да, это фильм, это кино, понятно, что кино, но запал внутреннюю энергию, если словить, если проявить ее и последовать ей, то на меня это сработало. Реально это работает, реально это заряжает, реально это дает какой-то дополнительный источник энергии, как правильное дыхание, правильная мотивация, насколько ты можешь сам себя замотивировать в этой жизни, что для тебя важно. Хреново жить, когда ты не знаешь, что ты хочешь. Оглядываясь на карьеру Федорова, могла ли она сложиться иначе, если бы Александр в свое время переехал на запад. Возможен ли был такой вариант и вообще, какое впечатление у него сложилось от штата? Мне не понравилось, честно, первые поездки не понравились, только потом, когда я поехал второй раз, вот уже после возвращения в 2014 году, вот тогда Америка для меня открылась по-другому, а тогда какое-то изнурительное такое состояние, потому что, опять же, после травмы реально все держалось на силе воли, то есть не было кайфа. Вот, например, такой кайф, как я испытывал, например, после возвращения, в 2014 году и дальше, вот это было кайфовое ощущение тренировочного процесса. А после того, как я травмировался и вот эта вот постоянная борьба какая-то, то есть постоянно с чем-то нужно было бороться, то с болевыми ощущениями, то и еще с какими-то там недугами, там, не знаю, недомоганиями, как-то что-то не получалось. Кайфа такого не было. Приезжаешь в Америку, еда не та, часовые поезды не те, и как-то все было как-то по-другому, казалось бы, ну, вроде адаптировался, но адаптация происходила, там, может быть, через неделю, только дней через 10, потом еще там образно переезжаешь с одного места на другое, тогда мне не понравилось, то есть и вопрос, даже было предложение переехать туда, я не был готов. Я из России не хочу уезжать. Ездить работать, одно дело, но даже более того, из Питера даже уезжать не хочу. Если сейчас речь идет о том, чтобы работать там в Москве, то это, скорее всего, да, работать в Москве, но жить в Питере. Растяжка очень важный элемент, наверное, в бодибилдинге, потому что фасция, которые мышцы забитые, вот эти триггеры образованные, они не дают вообще мышце расти дальше, поэтому растяжка, массажа, это неотъемлемая часть, которая должна присутствовать в жизни спортсмена, без нее никуда не деться. Это вот уже в 14-м году я задался целью уже в таком зрелом возрасте сесть на шпагат, уже, чтобы я мог постоянно садиться на шпагат, на сцене сесть на шпагат, вот, и это было одной из таких задач. Я стал тянуться. Если, грубо говоря, это без разминки, да. Я не хотел тебя провоцировать к риску этому, но... Не, но сейчас это, то есть долгое время без разминки это было тяжело сделать, нам сейчас уже так. Любимый автомобиль на данный момент из всех за рулем которых ты сидел за жизнь? Сейчас нет такого понятия мой любимый автомобиль и я от него фанатею. Давай так, я тебе перебью, поясню свою мысль, вот, угнать за 60 секунд. Прекрасный фильм, да? Вот, у главного героя была своя Эленор, у тебя своя Эленор. Давай так, пускай это будет М5. BMW M5. Все. То есть, без всяких моментов, это бы, если вот не вдаваться и вот сейчас угнать за 60 секунд, это BMW M5. Перформанс. День с семьей или день на автодроме? Ты знаешь, мне так получилось, что семья была со мной рядом, когда я был на автодроме. Это было круто. Это твой идеальный день? Да, круто сейчас. Вы горе очень круто построили этот автодром, когда можно приехать потренироваться в 15 минутах. Вот, они сейчас со мной ездили и были на веревочном курсе, и они были довольны, я погонял. Твои дети автомобилями интересуются? Слушай, очень интересуются. Это у меня теми совершенно спокойно себя ведет, когда я быстро передвигаюсь. Старшая дочка совершенно спокойно может в своем телефоне сидеть, чтобы я не вытворял. Но иногда Артем не говорит, папа, не надо так гнать, давай поедем потише, поговорим, например. Он может так сказать. Возраст, там же рост позволяет, я думаю, в ближайшее время вытащить с собой на картинке погонять. Сколько ему сейчас? Шесть лет. Когда вы едете, вот не удаваясь в подробности, о чем вы можете поговорить? Ты знаешь, у них сейчас такой период, когда они очень много задают вопросов. Вот. И Артемий сейчас, знаешь, мне очень так понравилось, он сейчас тренируется и понимает, что станет чемпионом, и когда он станет чемпионом, чемпионом мира по хоккею, вот, он знает, что мне очень нравятся разные автомобили, и мы с ним, когда разговариваем, мы говорим очень много про Porsche и про BMW, и он говорит, пап, я когда вырасту, я бесплатно подарю тебе Porsche. Мне понравилась эта фраза, бесплатно подарю тебе Porsche. Слушай, это счастливый человек, у тебя дети песни пишут, обещают бесплатный Porsche подарить. Да, да, вот мне вопрос, бесплатно подарю, мне вот это, как-то бесплатно подарю. Да, действительно, ты абсолютно прав, наверное, я счастливый человек, сам того не сознавая, и сейчас все больше и больше к этому прихожу, когда мне перевалило за 40, и начинаешь ценить многие вещи, которые раньше казалось бы обычными. Да, вот сегодня мы с тобой там были в парке, да. А ты спроси меня, я в этом парке часто бываю. Хорошо, спасибо тебе, что мы съездили в этот парк. Вот, потому что по большому счету с детьми мы гуляем, да, но мы как-то гуляем обыденно. То там вокруг дома прогуляемся, то на тренировку едем, то к родителям съездим, вот, и всегда чего-то не хватает. Бывает, порой нужно менять вообще жизнь, как она протекает там до этого, чтобы не жить по тем шаблонам, которые были. Потому что мы создаем себе шаблоны, и по этим шаблонам начинаем жить. И, к сожалению, становимся заложниками постоянного, повседневного, жизненной вот этой рутины, повседневной жизненной рутины, которая, в принципе, потом, может быть, где-то надоедает, не хватает нам какого-то экстрима там или еще чего-то, да, для того, чтобы как-то ее разнообразить. Поэтому планомерно нужно вносить какие-то изменения, наверное. И поэтому сейчас я вот задумался об этом, и что-то как-то начинаю внедрять. Мне нравится, что мы заканчиваем это интервью именно в авто. Александру всегда за рулем комфортно, по дороге в Петербург, его любимый город, за разговором не о железе, а о семье, о машинах, о планах, когда сам герой этого выпуска признается, да, я счастливый человек. У Александра Федорова за плечами яркая карьера. Он дважды терял форму и дважды громко возвращался. Он знает, что такое дисциплина и четко видит свое место в мире. Он легенда российского бодибилдинга. Сколько лет я обозреваю бодибилдинг на своем канале, но первый выпуск в Александре выходит только сейчас. Думаю, все должно было сложиться именно так. Большое спасибо Александру за его откровенные ответы и время, которое он выделил для съемок. Ссылки на его соцсети и YouTube-канал я оставлю в описании. Также отдельная благодарность Василию Кузнецову, автору канала «Железный рейтинг», за архивные записи, а также всем, кто участвовал в создании этого выпуска. Ну и, конечно, спасибо вам за то, что смотрели это видео. Этот огромный выпуск, он для вас, так что ставьте лайк, делитесь своими мыслями об увиденном, о разных этапах карьеры Федорова, в принципе, о том, как видите его карьеру именно вы. Оставляйте один или несколько комментариев. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Луценко. Работаем дальше.